уважаемые коллеги здравствуйте благодарю всех кто нашел время и присоединился к нам летом уже таким жарким к нашему семинару и те кто не в отпусках и те кто может быть даже в отпуске нашли такое время большое всем спасибо так ну и сегодня мы с вами продолжаем на самом деле проблематику токенизации которую мы уже затрагивали на круглом столе в рамках нашего семинара но я думаю что тут такая тема с которой нам надо разбираться достаточно серьезно и глубоко но я очень надеюсь что вот наш основной докладчик дмитрий анатольевич кочергин доктор экономических наук главной научной сотрудник нашего института он безусловно нам поможет с этой темой разобраться мне всегда импонирует у дмитрий анатольевич очень четкая такая логика и классификации в его выступлениях я очень надеюсь что сегодня мы тоже услышим итак доклад на тему токенизированные частные деньги экономическое содержание модели эмиссии роли будущей денежно-кредитной системе вот он у нас заявлен и я сразу же объявлю кто у нас сегодня будет дискуссантом по докладу доктор экономических наук профессор действительный член район президента но центр защиты вкладчиков и инвесторов артем семенович генкин поэтому надеюсь что сегодня действительно у нас тема такая очень актуальная очень интересная поэтому я полагаю что у нас будет очень содержательная и живая дискуссия дмитрий анатольевич традиционно предоставляю слово для доклада ну и напоминаю что мы все-таки теперь решили как-то себя держать в рамках поэтому три часа у нас заседание отводится спасибо михаил юрьевич добрый день коллегия друзья сегодня я бы хотел выступить с темой доклада токенизированные частные деньги экономическое содержание модели эмиссии и роль в будущей денежно-кредитной системе прежде всего несколько слов о предпосылках токенизации частных денег значит на мой взгляд можно выделить несколько очевидных предпосылок первая предпосылка довольно традиционно существует и уже давным-давно конкуренция между государственными частными деньгами и в двадцать первом веке естественно она перемещается в цифровую сферу по сути дела это позволяет на качественно новый уровень поднять эту конкуренцию в результате в денежной сфере усиливаются три взаимосвязанных и противоположных явлений первое это фрагментация второе это централизация и третье это как ни парадоксально глобализация три основных тренда они как взаимосвязанные так и противоположные друг другу дальнейшем я покажу в принципе в чем особенность проявления данных явления особенно применительно в токенизации частных денег значит современная токенизация денег также является средством с одной стороны растущего спроса общества на новые свойства и функции денег которые в условиях цифровой трансформации и внедрения этих современных технологий в денежно-кредитную сферу соответственно претерпевают изменения с другой стороны увеличивающиеся возможности государственных и частных эмитентов по предложению новых форм денег это происходит в результате технологических инноваций которые приводят к резкому удешевлению и повышению доступности внедрения этих инноваций в том числе финансовой сфере третье что сегодня на самом деле является таким основополагающим моментом может быть даже создающим тренд это низкоэффективность трансграничных платежей по сути дела являющиеся следствием накопившихся технологических инфраструктурных и институциональных проблем которые накопились за последние 30 лет в области трансграничных расчетах и поэтому требуется применение новых и более диверсифицированных платежных механизмов поэтому в этом смысле токенизации денег также позволяет качественно повысить эффективность розничных и оптовых платежей именно в трансграничных расчетах это делает потенциальных более дешевыми прозрачными и быстрыми если посмотреть на то каких формах сегодня предстают токенизированные частные деньги что они собой представляют прежде всего нужно понимать что токенизированные частные деньги являются денежными обязательствами их эмитента эмитенты могут быть разными но при этом в любом случае это обязательство зафиксированном в цифровом виде в распределенном реестре на программированной платформе чаще всего эмитентами выступают либо финансовые организации включая депозитные учреждения и провайдеров платежных услуг или традиционные институты такие как коммерческие банки соответственно основными двумя формами сегодня токенизированных частных денег являются первое это стейблкоины с фиатным обеспечением я недаром подчеркиваю именно с фиатным обеспечением потому что стейблкоинов большое множество их можно классифицировать по огромному количеству признаков я там уже делал на этот на по этой тематике отдельный доклад кто хочет может заново его пересмотреть но в принципе да я обращу на этот вопрос отдельное внимание в рамках даже сегодняшнего доклада значит если мы говорим о стейблкоинах с финансовым обеспечением в качестве одной из форм токенизированных частных денег то стейблкоинов особая роль с одной стороны они являются финансовым по сути дела финансовым активом и в этом смысле посредством привязки к стоимости одного или нескольких фиатных валют они поддерживают стабильность своей покупательной способности в то же самое время такие стейблкоины могут рассматривать в качестве обращающихся денежных токенов по сути поскольку они воплощают цифровое денежное обязательство эмитента зафиксированных блокчейн и в принципе стейблкоины могут также использоваться как в розничных платежах так и в оптовых расчетах их конверсия в деньги центрального банка или другие формы денег осуществляются по номинальной стоимости в теории и регуляторы стремятся сделать так чтобы это было законодательно закреплено по факту могут и по рыночной стоимости в силу того что они являются в то же самое время обращающиеся финансовым инструментом для финансового актива у них есть рыночная цена с другой стороны формой токенизированных частных денег являются токенизированные депозиты по сути дела токенизированные депозиты являются формой безналичных денег цифровой именно формы безналичных денег которая представлена цифровым обязательством либо коммерческого банка либо другой депозитной организации ключевым моментом является то что это может быть только та организация которая имеет право на открытие депозита той или иной юрисдикции коммерческие банки практически везде являются такими институтами и вот по сути дела мы иногда говорим токенизированные депозиты именно коммерческих банков хотя в принципе термин токенизированные депозиты немножко более широкий нежели просто депозиты коммерческих банков так вот в качестве токенизированные депозиты они представляют собой учетные записи в распределенном реестре и понятно поскольку это просто записи они физические а цифровые хоть и в цифровом виде токена, они не предусматривают обращения. Подобно стейблкоинам, подобно другим цифровым формам денег, токенизированные депозиты могут использоваться как в розничных оптовых расчетах, так и обязательно конвертироваться в деньги центрального банка или традиционные депозиты коммерческих банков по номинальной стоимости. А теперь я бы хотел показать слайд, который я очень часто показываю, где же место токенизированных депозитов и токенизированных электронных денег в моей интерпретации, то есть тех стейблкоинов, которые официально сегодня рассматриваются в качестве таковых. Вот, в принципе, мы можем наблюдать на данном рисунке существующей сегодня традиционной формы денег, и их можно увидеть в любом учебнике по денежному обращению, но, правда, в учебнике по денежному обращению мы увидим в правой части этого рисунка. А вот в правой части этого рисунка те формы, которые находятся в процессе становления, появления и формирования. Не факт, что в конечном счете денежный ландшафт будущего будет таким. Безусловно, что он, наверное, будет еще более разнообразным, но об этом мы сможем судить только спустя определенное количество лет, то есть это точно мы сможем увидеть только с какой-то среднесрочной, скорее всего, перспективе. Но, как представляется сегодня, в будущем будут сосуществовать долгое время традиционные формы денег и цифровые формы денег. То есть цифровые не заменят мгновенно традиционные, и как при смене одной денежной формы другой денежной формы происходит большой временной лад их сосуществования с постепенным оттеснением одних и, соответственно, увеличением доли на рынке других. Так вот, по сути дела, мы сегодня имеем формально, вот если посмотреть на рисунок, голубым цветом отмечены те формы, которые уже официально в обращении в ряде стран, не везде, конечно, но уже имели статус законного средства платежа, в частности цифровые валюты центральных банков для розничных платежей, даже в тех юрисдикциях, в которых их еще нет, они уже в законодательство предусмотрены в качестве будущей формы официально денег центрального банка. Желтым отмечено то, что находятся те формы, которые находятся в стадии становления, в том числе в юридической плоскости, то есть с позиции, опять же, внесения изменений в законодательство, признания их в той или иной степени как в качестве денежной формы. И, наконец, красным то, что пока является в большинстве юрисдикций, все-таки в большинстве юрисдикций нерегулируемыми. Активами, то есть вот это прежде всего криптовалюты, которые, условно говоря, выполняют денежные функции, рассматриваются, и здесь я с Артемом, в принципе, согласен, в значительной степени как квазиденежный инструмент. Вот, по сути дела, вот на этом рисунке мы видим место текенизированных депозитов коммерческих банков и стейблкоинов вот в этой эволюции денег. Две основных формы текенизированных денег, частных коммитентов, да, они, по сути дела, отражают две основных модели текенизации частных денег. Первая форма – это модель цифровых инструментов на предъявителя, примером которых являются стейблкоины, привязанные или обеспеченные фиатными валютами. И вторая форма, и вторая модель – это модель цифровых учетных записей. Значит, в этой модели не предусматривается прямой передачи частных текенизированных денег, но при этом, соответственно, в качестве учетных записей они выполняют основные функции денег. Эта модель реализуется в текенизированных депозитах. Отмечу, что в обоих моделях эмиссии текенизированных частных денег токены воплощают денежные обязательства эмитента. Что это означает? Это означает, что независимо от того, что появляются новые формы денег, частных эмитентов, природа денег не меняется. То есть деньги по-прежнему остаются в рамках заданной парадигмы современных фиатных денег. Природа денег не меняется. Формы эволюционируют. Опять же, в контексте тех форм, которые мы сейчас рассматриваем, то есть текенизированных, соответственно, депозитов и стейблкоинов. Модели эмиссии стейблкоинов, обеспеченных или привязанных к фиатным деньгам. Вот на, соответственно, слайде мы видим условно эту модель. Модель состоит на рисунке три панели. Каждая из панелей содержит два контура, которые обозначены пунктирными линиями. Они представляют собой автономный реестр частных эмитентов токенизированных денег. На рисунке это эмитенты А и Б соответственно. Значит, на панели А или на панели 1 показана исходная ситуация, когда агент А владеет денежным токеном или стейблкоином, выпущенным эмитентом А, а агент Б стейблкоином, выпущенным соответствующим эмитентом Б. А на второй панели покажена ситуация, при которой денежный токен агента А передан агентом Б. Следует обратить внимание, что агент Б теперь держит на руках как токен эмитента А, так и Б, хотя он является клиентом только эмитента Б. В этом и есть возможность обращения. В этой связи эмитент А должен полагаться на эмитента Б в плане соблюдения требований, в том числе к АС, то есть идентификации с клиентом. И, наконец, на панели 3 показана ситуация, при которой стейблкоины или денежные токены переданы третьим лицам, личность которого вообще никем не была подтверждена или идентифицирована. Это открывает как возможности, так и огромные риски для регуляторов. Модель эмитации токенизированных депозитов. Значит, в этой модели, соответственно, мы имеем, опять же, исходную модель, эту можно назвать также моделью выпуска и сжигания токенизированных частных денег в форме цифровых учетных записей. Она тоже состоит из контуров, обозначенных пунктирными линиями, которые представляют соответствующие разделы, в данном случае унифицированного реестра, поддерживаемого двумя частными эмитентами токенизированных денег, в лице которых выступают банки. Банк А и Банк Б. И Центральный банк. Это ключевая особенность модели токенизированных депозитов. Здесь задействован Центральный банк. На панели 1, на панели 1 это то, что мы видим слева, показана ситуация до осуществления платежа агентом А, агенту Б. А на панели 2 показано, что происходит, когда агент А осуществляет платеж агенту Б. Другими словами, токен, который обозначен здесь как Д1, принадлежащий агенту А, сжигается банком А, а токен Д2 создается банком Б для агента Б. Почему я это потрогно так рассказываю? В этом и есть сущность. Ключевых особенностей. Если я всегда вспоминаю свою диссертацию докторскую, которая была посвящена электронным деньгам, так вот это вот именно то, что наиболее четко прослеживается в моделях эмиссии электронных денег. Когда на самом деле они не предусматривают возможность обращения, а предусматривают возможность соответствующего сжигания и выпуска эквивалентной суммы как записи по счетам, в качестве записи по счетам. И вот токенизированные депозиты в этом смысле абсолютно точно эквивалентны этой модели. Никакого обращения, соответственно, здесь частных денег не происходит. Следовательно, они не представляют собой финансовый инструмент или финансовый актив, и, следовательно, у них не будет никогда никакого рыночного курса. Следует обратить также внимание, что сжигание и создание токенов частных денег связано с перемещением цифровых валют Центрального банка на счетах коммерческих банков в Центральном банке. То есть, по сути дела, токены Центрального банка или цифровые валюты, их можно передавать. Их не надо сжигать и создавать, поскольку оба банка являются клиентами платформы Центрального банка в данной модели, а Центральный банк выступает в качестве, по сути дела, исходного эмитента денег в экономике. И расчеты, по сути дела, здесь на платформе Центрального банка получают окончательно урегулированное. Дальнейшего урегулирования здесь уже не требуется. Следующие выводы можно сделать именно по моделям. Ключевой особенностью модели токенизированных частных денег в форме цифрового инструмента на предъявителе является возможность обращения таких токенов. Это обстоятельство делает их финансовыми активами с преобладающей рыночной ценой, что мы видим сегодня на рынках, поскольку таким активом можно торговать, как это происходит со стейблкоинами, такой актив будет иметь обменный курс, отклоняющийся от номинала по разным причинам. От сугубо спекулятивных до непосредственно объективных, конъюнктурных. То есть здесь это заданная характеристика обращающихся таких активов. Поскольку расчеты деньгами Центрального банка происходят только тогда, когда такие токены обмениваются на деньги Центрального банка или депозиты, имитент токена может нести расходы или издержки, связанные с окончательным урегулированием. А держатель такого токена будет соответственно нести кредитные риски. Ключевая особенность модели токенизированных частных денег в форме цифровых учетных записей состоит в отсутствии их ограничения, поэтому платежи изменяют обязательства между банками и их клиентами, но не создают кредитных рисков между кредитными учреждениями. Так как посредники в лице коммерческих банков компенсируют изменения своих обязательств посредством платежей деньгами Центрального банка на общей платформе, любые сомнения в обменной стоимости устраняются и перевод денег происходит по номиналу в деньгах Центрального банка. Это порождает, особенность этих моделей порождает все, что мы дальше знаем и будем знать о стейблкоину, в частности, конкретно у стейблкоинов привязанных или обеспеченных фиатными деньгами и токенизированных депозитов. Характеристики стейблкоинов и токенизированных депозитов представлены в таблице. В принципе, мы здесь видим, что стейблкоины и токенизированные депозиты отличаются по многим из этих характеристик. И большинство из этих отличий окрасно обусловлено спецификой их эмиссии. То есть модель эмиссии является здесь первоочередной. И, соответственно, в принципе, если анализировать эти характеристики стейблкоинов и токенизированных депозитов, то мы можем увидеть, что токенизированные депозиты в лучшей степени в сравнении со стейблкоинами могут выполнять функции счетной единицы, средства платежа и средства сбережения, что обеспечивает их предпочтительное положение в качестве новой формы токенизированных частных денег. Но эти различия между токенизированными депозитами и стейблкоинами могут быть в значительной степени нивелированы в случае официального признания и регулирования оборота стейблкоинов также в качестве новой формы токенизированных денег, что также будет предусматривать обязанность имитента производить выкуп своих обязательств по номиналу и тем самым нивелировать, по крайней мере, нивелировать или сокращать существенно возможный кредитный риск держать таких активов. Несмотря на то, что эквивалентность покупательной способности разных денежных форм является фундаментальным условием для выполнения денег в своей функции, в условиях цифровизации денежного оборота денежная специализация становится более возможной с технологической точки зрения и востребованной со стороны экономических агентов. то есть необязательно, чтобы та или иная форма денег средствотачивала в себе весь функционал. И наоборот, некоторые формы в лучшей степени выполняют отдельные функции и хуже другие функции. В отличие от токенизированных депозитов, стейблкоины вследствие возможности своего обращения являются более универсальной формой токенизированных частных денег. то есть она может использоваться как в рамках централизованных сегментов финансовой системы, так и в децентрализованной экономике, то есть в децентрализованных финансах. И это делает ее уникальным в этом степени, так скажем, мостом между традиционными финансовыми и децентрализованными, то есть финансами. Вот обращаю внимание, что стейблкоинов много, поэтому когда мы говорим о стейблкоинах, то не надо путать все многообразие стейблкоинов со всеми стейблкоинами, о которых сегодня идет речь. Если другие стейблкоины могут выполнять, например, функции платежного инструмента, то не факт, что они являются соответственно цифровой формой токенизированных денег, потому что токенизированные деньги, они являются обязательствами, причем обязательствами имитента, выраженными в фиатной валюте. Поэтому если стейблкоины обеспечены другими активами, например, криптоактивами, или это какие-то товарные обеспечения, золото и так далее, безусловно, такие стейблкоины нельзя адаптировать в качестве токенизированной формы частных денег. Их можно трактовать в качестве токенизированных активов, но не денег. Ну и оправдаритмически это вообще отдельный разговор, потому что они вообще условно можно их только назвать стейблкоинами, и по сути дела такие стейблкоины характеризуются как правило наиболее высокой волатильностью среди них. Обращаю внимание, что эволюция стейблкоина в принципе показала, что стейблкоины привязаны к фиатным или обеспечены фиатными деньгами являются доминирующими сегодня на рынке. И это стало в процессе эволюции стейблкоинов, это не стало 7-минутным, мгновенным явлением. То есть на протяжении долгого времени доля стейблкоинов привязанных к фиатным валютам она росла и на сегодняшний момент достигла пика. Кроме вот этой классификации по наличию и формам обеспечения, которые являются фундаментально важной, применительно к стейблкоинам важным является еще их системная значимость. То есть какие функционал и на каких рынках такие стейблкоины могут выполнять. И здесь двумя важными соответственно элементами является по системной значимости классификации являются стейблкоины локальные и глобальные. Вот примерами локальных стейблкоинов являются такие известные казалось бы стейблкоины, которые далеко от локального использования ушли. Например, тезер или юсдкоин. Но по сути дела здесь речь идет о том, что хотя они используются более широко, нежели первоначально задумывались, эмитентами их по-прежнему пускают компании, ассоциируемые с криптобиржами или сами криптобиржи, и ориентация таких стейблкоинов прежде всего на использование на рынке криптоактивов. Их платежный потенциал всего разных причин, на которых сейчас не будем подробно останавливаться, является ограниченным. И глобальные или значимые стейблкоины, которых на сегодняшний момент нет. проектом, который умер в зачаточном состоянии, был стейблкоин Ди. Опять же, не будем останавливаться на вопросах, почему соответственно этот проект прекратил свое существование, но надо понимать, что эмитентами таких компаний являются как правило бигтехкомпании или транснациональные банки, прежде всего конечно бигтехкомпании, или целые экосистемы. Изначально ориентация таких инструментов не на крипторынок, ориентация таких инструментов на трансграничные платежи, как в рамках большой экосистемы, которая часто превышает по своей численности народонаселения крупных стран мира, так и выход за пределы таких экосистем. Различие, по сути дела, между локальными и глобальными, это различие не только в сферах или юрисдикциях применения, но и в потенциально разном числе пользователей, объеме транзакции, масштабе влияния на денежно-кредитную, платежную и финансовую систем. Поэтому критерии, которые можно было бы использовать, которые часто регуляторы рассматривают в качестве основных, являются размер клиентской базы, стоимость выпущенных стейблкоинов или их рыночная капитализация, количество и стоимость транзакций с их использованием, размер резервных активов, которым обеспечены такие стейблкоины, значимость трансграничной деятельности имитента и его взаимосвязь с традиционной финансовой системой. Это комплексные критерии, можно исходить из того, что не все стейблкоины должны вообще всем удовлетворять, но должен быть какой-то минимальный набор критериев, при соблюдении которых регуляторы могут относить такой критерий к глобальным или значимым. Несколько слов про тренды использования стейблкоина. В июне 2024 года объем рыночной капитализации стейблкоинов составлял около 163 миллиарда долларов. Это было около 7% от капитализации рынка криптоактивов. Однако объем торгового оборота именно в стейблкоинах составлял 81,37 миллиарда долларов США, что составляло 93% от всего оборота рынка криптоактивов. Ведущими стейблкоинами является тизер USD, соответственно USDC и в общей капитализации стейблкоинов их доля составляла около 69,20% соответственно. То есть на два этих ведущих стейблкоина приходилось порядка 90% всего рынка. По ряду оценок в начале 2024 года рынок насчитывал 27,5 миллиона активных пользователей. В основном это были покупатели, то есть пользователи США, стран ЕС и Турции. При этом наблюдаются признаки институциализации, то есть что относится к признакам институциализации стейблкоинов. Когда традиционные финансовые компании, которые специализировались на рынке традиционных безналичных платежей, например, такие компании, как PayPal, запустила свой стейблкоин. Да? Да? Новости буквально этой неделе криптобиржа Circle тоже выпустила свой стейблкоин. Ой, извините, не Circle, а Circle это есть USDC, а Ripple выпустила свой стейблкоин. Значит, инициатива виза патогенизации платежей, соответственно, партнерства компаний, такие как Stripe и Circle по приему криптоплатежей, то есть много трендов, показывающих, что стейблкоины все активно и проникают в сферу традиционных финансов. Конечно, этот процесс происходит достаточно постепенно, но активно. и все чаще перемешиваются традиционные финансы именно за счет стейблкоинов с децентрализованными технологиями и децентрализованной сферой их использования. В то же самое время, если говорить об использовании стейблкоина за пределами рынка криптоактивов, то оно ограничено. То есть по статистике стейблкоины часто применяются только в нишевых платежах, либо в сфере денежных переводов, либо в розничной торговой. И самое интересное, что, конечно, стейблкоины активно используются для преодоления в том числе каких-то санкционных ограничений в платежной сфере. Это тоже важно подчеркнуть. И последняя статистика, например, указывает, когда статистика отражает незаконное использование стейблкоинов, то в отношении стейблкоинов незаконное использование считается использование стейблкоин для обхода санкционных ограничений. И вот стейблкоины они именно активно используются в этой сфере. В то время как, например, криптовалюты используются преимущественно для отмывания денег в незаконных целях. Поэтому использование стейблкоинов в незаконных целях является довольно-таки спорным моментом. То есть для одних юрисдикций это будет незаконным использованием, а для других юрисдикций поиск каналов или путей как бы диверсификации платежного инструментария. Значит, вот современные тренды, если посмотреть на графики. Значит, вот слева у нас капитализация ведущих стейблкоинов. Помимо Tether и USDC тут еще DA есть, First Digital USD, USDD, 3USD, PayPal USD. Но вот уже в отличие от первых двух капитализация значительно меньше. DA это вообще не фиатный стейблкоин. Доля стейблкоинов в самокомном объеме ончейновых транзакций, она в последние годы колебалась в районе от 70 до 45%. Сейчас она в районе 50%. Это достаточно много. Следующие слайды показывают долю расходов на приобретение стейблкоинов в национальном ВВП в разбивке по странам. Это левая часть. Правая часть у нас объемы покупок в стейблкоинах, фиатной валюте тоже в разбивке по странам. Ну вот здесь мы видим, что как раз таки с точки зрения доли расходов на приобретение в национальном ВВП на первом месте Турция находится, Таиланд, потом Грузия и потом ряд развитых стран, то есть США, Европейский Союз, Великобритания и так далее. А с точки зрения объема покупок в фиатной валюте, здесь мы можем видеть огромное, конечно, преимущество Соединенных Штатов, потом идет Турция, Европейский Союз и Великобритания. В чем-то, конечно, безусловно, здесь есть определенные пересечения. Вот слайд, который я бы хотел показать. Это текущее использование стейблкоина в платежных целях за пределами рынка криптоактивов. Когда я говорю о том, что это нишевой продукт до сих пор, это нишевой продукт, и очень мало где он вообще используется за рамками рынка платежей, если в разбивке по странам. Только вот на данном слайде, только в Мексике, например, платежи за товары и услуги с использованием стейблкоинов были хоть как-то значимы, статистически значимы за пределами рынка. А так это все, в общем, достаточно такая величина, близкая к погрешности. Именно за пределами использования стейблкоинов, за пределами рынка криптоактивов. Ну и вот можно выделить основные направления современного применения стейблкоинов. Это использование в трейдинге, опять же, внесение стейблкоинов на депозит на централизованных биржевых площадках, кредитование в стейблкоинах, использование стейблкоинов в качестве окончательного средства регулирования по транзакциям на криптовалютном рынке. И пятое, что единственное выходит за рамками, опять же, криптоактивов, рынок криптоактивов и DeFi, это ограниченное использование в платежных транзакциях и переводов. Как правило, опять же, используются стейблкоины в странах с высоким уровнем инфляции в этих целях, с низкой финансовой инклюзивностью или в юрисдикциях, находящихся под финансовыми санкциями. Это вот основные тренды использования за пределами рынка криптоактивов. Безусловно, что потенциально мы можем рассматривать влияние стейблкоинов на финансовую систему, прежде всего, с точки зрения их масштабности использования. И в этой связи преимущественно мы пока можем только оценивать возможный потенциал. И речь идет, конечно, о глобальных стейблкоинах, которые создают огромное количество возможных рисков и влияний для финансовой системы. Именно поэтому регуляторы в основном во всем мире очень негативно были настроены по внедрению нерегулируемой на своем рынке такого стейблкоина, как DeFi. Прежде всего, основными трансмиссионными направлениями влияния глобальных стейблкоин на финансовую систему являются возможные эффекты на благосостояние, эффекты доверия, воздействие на финансовый сектор и, соответственно, воздействие на платежи и расчеты в рамках национальных юрисдикций. В этой связи в рамках денежной платежной системы речь также идет о влиянии на денежный суверенитет, трансмиссионный механизм денежной политики, обеспечении беспребойности функционирования национальных платежных систем и так далее. Поэтому к числу основных методов регулирования, опять же, относятся обязательные лицензирования провайдеров, которые работают с такими активами, соблюдение требований по налогообложению такой деятельности, соблюдение процедур противодействия отмыванию денег, финансирование терроризма и, соответственно, финансирование каких-то незаконных операций, соблюдение требований к величине собственного капитала и размеру активов, то есть финансовые показатели, размеру ликвидности, коэффициенту финансового рычага, виду и размеров резервных активов, которые лежат в основе таких стейблкоинов, и раскрытие информации о нахождении стейблкоинов на балансе финансовых организаций. В этой связи особое внимание стоит уделить, что в последние годы, конечно, многие международные финансовые институты уделили большое количество внимания этой проблематике, появились рекомендации так называемого высокого уровня в отношении регулирования глобальных стейблкоинов, финансового стейблкоинов, Financial Stability Board опубликовал вот эти рекомендации высокого уровня, сначала их было 12, сейчас окончательная версия 10, но не будем на них подробно останавливаться, все-таки это уже за рамками, отдельно надо рассматривать регулирование стейблкоинов, это можно посвятить отдельное выступление, поэтому просто обращаю внимание, что эта проблема реально осознается, и самое главное, что во многих странах уже появилось законодательство, которое разрешает выпускать подобного рода инструменты, в том числе, например, европейский закон о регулировании рынка криптоактивов, который предусматривает возможность выпуска таких стейблкоинов, и, кстати, некоторые ведущие стейблкоины уже получили лицензии на рынке ЕС вчера. Вот, то есть это означает о том, что так или иначе регулирование развивается, это создает условия для действительно потенциального внедрения таких глобальных стейблкоинов, эта перспектива будет достаточно, мне кажется, в условиях принятия регулирования быстрой. Несколько слов хочу сказать про лицензионный режим. Значит, стейблкоины требуют определенного, как мы уже выяснили, регулирования, и сегодня, в принципе, в странах, в которых регулируется оборот стейблкоинов, их можно разбить на три категории. Первая категория стран. Да, и самое главное, что это страны все развиты. Вот это очень интересно, потому что, с одной стороны, в развитых странах может быть меньше спрос на такой актив, ну, с точки зрения каких-то проблем с денежной системой, уровней цен стабильной, то есть, вроде бы, и не должно быть такого активного интереса к данной проблематике, но регуляторы в этой связи, напротив, более внимательно к этой проблеме относятся, и вот именно в развитых странах это регулирование существует. Значит, помимо ЕС, к таким странам можно отнести Японию, Сингапур, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США. Безусловно, что эти страны находятся на разном уровне развития и несколько разном уровне регулирования, но все они уже заложили фундамент для регулирования и разрешения такой деятельности на своих финансовых рынках, в отличие, например, от Банка России. Это надо подчеркнуть. То есть, и в этой связи здесь вот есть такой, как бы, подход, который позволяет все страны разделить на три группы. Первая страна – это страны, которые требуют банковской лицензии или лицензии не банковской финансовой организации на выпуск тейблкоинов. То есть, по сути дела, традиционные лицензии могут быть адаптированы для таких имитентов. Второе – это необходима специальная лицензия на осуществление криптобизнеса, то есть на выпуск тейблкоинов. И третья – может использоваться или та, или другая. То есть, в зависимости от, опять же, конкретных кейсов. И еще буквально несколько слов о том, что предполагается использовать в качестве резервных активов. Вот мы говорим, стейблкоины привязаны к фиатной валюте или обеспечены фиатной валютой. А что значит, они привязаны или обеспечены к фиатной валюте? Это значит, что за объемом эмиссии, то есть полностью на 100%, должно быть чем обеспечена эмиссия стейблкоина? По-хорошему, да, казалось бы, должна быть обеспечена депозитом фиатной валюте, соответственно, фиатной валюте той страны, которая привязана с тейблкоином. На самом деле, конечно, виды резервных активов более широкий пласт. И здесь речь идет о денежных средствах или их эквивалентах, или активах с минимальным рыночным риском. То есть, если в первую группу относятся резервные депозиты Центрального банка и банковские депозиты, то ко второй группе относятся активы с минимальным рыночным риском. То есть, либо это с минимальным рыночным риском, либо с минимальным кредитным риском и риском концентрации. То есть, те активы, которые могут быть быстро ликвидированы с минимальным ценовым эффектом. То есть, ликвидные активы, наиболее ликвидные активы. Ну и, соответственно, к таким активам могут быть относены долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами или центральными банками стран, к валюте которых такой стейблкоин привязан, долговые ценные бумаги, выпущенные государственными учреждениями, соглашения РИПО, паи в краткосрочных государственных фондах денежного рынка, ну и так далее. И еще важный аспект – это подтверждение таких активов. Одно дело, вы можете определить это активы, но нужно регулярно подтверждать соответствие таких активов, что они в полной мере обеспечивают объем эмиссии стейблкоинов. То есть, во-первых, рыночная стоимость резервная должна быть как минимум равна номинальной стоимости, а лучше превышать ее, это первое. А второе, эмитенты должны привлекать независимых аудиторов к проверке подтверждения стоимости, состава и достаточности активов с определенной периодичностью. Периодичность может быть от одного месяца до одного года. То есть, каждый месяц, два раза, один раз в квартал, два раза в год или в год, один раз в год, не реже. Ну и сценарий будущего развития стейблкоинов – это три сценария, можно отметить. Значит, первый сценарий – это стейблкоины по-прежнему в ближайшем будущем будут играть вспомогательную роль на рынке криптоактивов, и поэтому будут использовать только ограниченным кругом экономических агентов. Второй сценарий состоит в том, что стейблкоины станут использовать в качестве нового средства платежа на более универсальной основе, то есть они выйдут за рамки традиционного сегмента крипторынка, в том случае, если они будут выпускаться крупными и широко известными имитентами, и вот в этом смысле роль глобальных стейблкоинов здесь может сыграть свою главную функцию. Третий сценарий подразумевает, что стейблкоины будут применяться еще и в качестве альтернативного средства сбережения. Но это, опять же, характерно не для всех юрисдикций, и, наверное, особенно важно, если имитенты стейблкоинов будут, с одной стороны, авторитетные частные финансовые учреждения, а, во-вторых, если они предложат владельцам таких стейблкоинов начисление привлекательного процентного дохода. Опять же, в теории, потому что пока никто не предусматривает начисление такого дохода. Теперь, что касается токенизированных депозитов. В отличие от стейблкоинов, они находятся на несколько другом уровне развития. Все, практически все токенизированные депозиты коммерческих банков находятся в стадии пилотируемых проектов. Нету, практически, возможно, за исключением GPM Орган банка и его стейблкоина GPM Coin, таких вот рыночных кейсов, когда такой стейблкоин, ой, вернее, токенизированный депозитный проект вышел за рамками пилотного испытания. Поэтому здесь можно сказать, что в этом смысле стейблкоины вышли значительно вперед в плане именно своей адаптации, причем адаптации вне политики государства, поскольку они стали как бы альтернативой традиционным платежным инструментам и механизмам. А вот в отличие от стейблкоинов, токенизированные депозиты – это тот инструмент, который, безусловно, будет продвигаться государством, потому что он активно вписывается в двухуровневую модель традиционной банковской деятельности. Как традиционные депозиты, которые связаны с резервами центрального банка. И, соответственно, предполагается, что токенизированные депозиты будут связаны с цифровыми валютами центрального банка. И здесь будет достигаться универсальность. Поэтому несколько проектов можно выделить. Это проект JPR Morgan банка. У него есть разные ответвления. Например, проект Patriot, который более широкий круг адепторов включает. Проект Guardian, тоже, опять же, JP Morgan там участвует, и ряд других банков из разных стран. Все эти проекты направлены на тестирование определенных кейсов использования токенизированных депозитов. Опять же, с целью уменьшения сдержек трансграничных расчетов, торговых операций, расчетов в иностранной валюте, возможности кросс-валютных транзакций, опять же, и использования платформенной для этого основы. То есть, опять же, мостовой основы. То есть различные кейсы на сегодняшний момент. В этом смысле как-то можно сравнить эти пилотные проекты с пилотными проектами цифровых валют центральных банков. Потому что, по сути дела, они тоже в большинстве своем именно на этой стадии развития находятся. Хотя, конечно, цифровые валюты центральных банков в силу того, что намного раньше появились, именно как концепция, они тоже ушли дальше. Значительно, чем токенизированные депозиты. Особое внимание здесь, может быть, стоит уделить проекту из USDF, консорциуму банков США, которые вот на самом деле продвинулись в идее создания не просто выпуска токенизированных депозитов, но и на вопросах совместимости. То есть вопросы совместимости стали ключевыми для этого проекта, что на самом деле важно. Потому что совместимость, она позволяет полностью реализовать эффекты такого инструментария, которые недоступны для, например, частного использования, если такие токенизированные депозиты выпускаются только в рамках платформы самого отдельно взятого коммерческого банка. Вот. И еще особое внимание я бы хотел уделить проекту Agro, который, соответственно, включает в себя участников в лице Банка международных расчетов, центральных банков, ряда юрисдикций и ряда коммерческих банков. Вот сейчас Банк международных расчетов активно продвигает этот проект по пути создания платформенной модели, в которой будет сочетаться возможность использования цифровых валют центральных банков с токенизированных депозитов. В этой связи этот проект на самом деле глобальный. Сейчас Банк международных расчетов подбирает коммерческие банки для участия в этом пилотном проекте. Потенциальные преимущества широкого использования депозитов. Здесь я бы отметил, во-первых, это ускорение и автоматизация проведения платежей. Когда токенизированные депозиты в связке со смарт-контрактами позволяют соединить информационные и финансовые потоки, которые были разделены в рамках традиционных современных платежей. Когда мы, например, в системе SWIFT традиционно эти потоки разделены. Снижение транзакционных издержек и платежных комиссий, которые могут происходить за счет автоматизации расчетов, а также возможности бесшовной реализации транзакционных цепочек, опять же, посредством смарт-контрактов. И при обеспечении интероперабельности платформ транзакционных депозитов, соответственно, может быть обеспечена бесшовность проведения автоматизированных сделок между клиентами различных банков. К тому же к числу потенциальных преимуществ относятся создание условий для проектирования новых финансовых продуктов и услуг при одновременном сохранении традиционного банковского обслуживания, то есть традиционного опыта банковского обслуживания. И вот это важный ключевой момент здесь, потому что, по сути дела, это традиционные институты, у которых есть большая клиентская база, и помимо традиционных инструментов предлагается новый. И, по сути дела, это то, что вот что подкупает в глобальных стейблкоинах, это то, что, опять же, компании с огромным количеством пользователей, которые уже привыкли к определенной экосистеме и сервисом данной, соответственно, платформы, имеющей огромное количество потенциальных пользователей во всем мире. Здесь точно так же, соответственно, речь идет о том, что это возможно для крупных банков сразу получить огромное количество новых пользователей, токенизированных депозитов. Поэтому, на мой взгляд, как только токенизированные депозиты будут адаптированы и появится платформа, объединяющая их, это даст колоссальный толчок в развитии токенизированных депозитов. И вот от момента, как, соответственно, такие платформы появятся, до широкого использования токенизированных депозитов пройдут считанные годы. Потому что это как бы вот такая вот сетевая структура, что просто подключится огромное количество уже традиционных пользователей, крупных транснациональных банков, и в связке с национальными регуляторами и соцентральных банков эти инструменты, безусловно, получат широкое распространение. Еще к числу других потенциальных выгод можно отнести предложение технической альтернативы стейдлкоинам, которые считаются более рисковыми, безусловно, активами в качестве токенизированной формы денег, и создание условий для расширения и диверсификации каналов международных платежей. Это тоже потенциально важное преимущество широкого использования депозитов, токенизированных депозитов. И есть, конечно, потенциальные риски широкого применения токенизированных депозитов. К числу таких рисков можно отнести, но если говорить об общих рисках, то это риски, которые характерны для всех цифровых форм денег, это киберриски, риски нарушения прав потребителей, риски финансирования законной деятельности. И, конечно, есть специфические риски, которые появляются исключительно в силу природы токенизированных депозитов. Это операционные риски, риски, связанные с уязвимостью токена и технологией, самой технологией токенизации ее несовершенством, в результате которой, например, может произойти несанкционированный выпуск или уничтожение токена, нарушение его подлинности или легитимности, а также риск двойного расхода, его не из-за несовершенства технологии защиты. Риск потери конфиденциальности транзакции с токенизированными депозитами, что тоже важно, поскольку этот фактор может активно заботить потенциальных пользователей. Это применительно как к цифровым валютам центральных банков, так и к токенизированным депозитам коммерческих банков. Эквивалентно этот риск можно рассматривать. Риск недобросовенных действий в связи с отсутствием контроля за смарт-контрактами, такие более специфические риски. Риск монополизации такой деятельности, если оно сконцентрировано на крупных платформах, которые задают условия для допуска к пользованию и совершению операций. Риск ограничения выбора потребителя, который тоже с этим непосредственно связан. И риски нарушения ценовой финансовой стабильности, которые можно более успешно купировать, чем в случае со стейблкоином, в силу того, что, опять же, действует вот эта уже отлаженная модель регулирования и контроль, соответственно, и регулирование деятельности традиционных кредитных учреждений, которые традиционно занимаются бизнесом, в том числе просто, соответственно, привлекают средства по своим счетам и предоставляют, соответственно, открывают, привлекают средства и предоставляют кредиты. Поэтому в этом смысле риски нарушения ценовой и финансовой стабильности могут быть купированы прежде всего за счет уже имеющихся инструментарий, а также за счет постепенности их внедрения, которые позволяют адаптироваться к каким-то вновь возникшим непредвиденным обстоятельствам, как это возможно в случае с постепенным внедрением цифровых валют центральных банков. Как я уже сказал ранее, для токенизированных депозитов очень важно, чтобы они в полной мере раскрыли свой потенциал, и это возможно только в случае унификации, унификации либо реестровой, платформенной, которая построена на таком унифицированном реестре для того, чтобы соединить формы денег и возможность совершать атомарные расчеты с использованием разных форм денег, что, соответственно, позволяет все эти преимущества, которые я сформулировал ранее для токенизированных депозитов, реализовать. И от самых простых моделей реестров к платформенным, можно тут выделить три таких вот модели. Модель частного токенизированного реестра, вернее, модель просто обмена платежными сообщениями, которые не сильно отличаются от традиционных систем, обмена сообщениями, в том числе, например, с использованием традиционных каналов и использование API в качестве связующих таких элементов. И вот то, что непосредственно связано с токенизацией и реализацией депозитов, это модель частного токенизированного реестра или модель унифицированного транзакционного реестра. Вот эти две модели можно рассматривать в качестве основных для внедрения на их основе использования токенизированных депозитов. Вот, значит, поэтому я остановлюсь на втором и третьем варианте более детально. Значит, вот модель частного токенизированного реестра. В первой модели существует платежная система, которая посредством, традиционная платежная система, которая посредством прикладного программного интерфейса подключается к прогламированной платформе, которая содержит лишь ограниченное число классов неденежных активов. Эта модель не подходит для токенизированных депозитов, но она подходит для того, чтобы с помощью, опять же, согласовать и состыковать реестр центрального банка и коммерческих банков с торговлей неденежными активами, в том числе, допустим, токенизированными, но именно неденежными активами. Значит, в полной мере, безусловно, такая прогламированная платформа не содержит ни токенизированных частных денег, ни цифровой валюты центрального банка. А клиринга расчетов по платежам осуществляется с использованием традиционных счетов банков или через традиционные системы, например, расчетов в режиме реального времени, РТГС. А вот вторая модель – модель частного токенизированного реестра, которая позволяет, соответственно, соединить между собой токенизированные частные деньги, токенизированные неденежные активы и с реестром центрального банка. Но при этом это разные реестры. Отдельный реестр центрального банка, где есть счета банков коммерческих А и Б и программируемая платформа, на которой размещаются разделы частных денег и разделы неденежных активов. Причем, опять же, потенциально в разделе частных денег могут быть не только токенизированные депозиты. А стейблкоины тоже потенциально. При определенных условиях. Значит, разделы токенизированных частных денег в данном случае подключены к традиционным системам через API и смарт-контракты. Смарт-контракты в такой модели содержат правила, гарантирующие, что обновление счетов участников сопровождается переводом денег центрального банка в традиционный расчетный систем, который как бы запускается через вот эти вот API. И, наконец, третье. Это унифицированный реестр. Вот унифицированный реестр, конечно, в идеале центральные банки хотят, чтобы они этот единый реестр выстроили. Но так же, как центральные банки выстроили под себя двухуровневую банковскую систему, то что тут удивляться, безусловно, они имеют особую роль в экономике центральной банки во всех странах мира. Поэтому, как вариант, они предлагают сделать единый унифицированный реестр, то есть унифицировать реестр центрального банка с реестрами частных, соответственно, денег и частных активов. Вот в этой третьей модели токенизированные частные деньги, токенизированные активы и цифровые валюты центральных банков для оптовых расчетов в качестве некого такого эквивалента резервов центробанковских, да, только токенизированных, они могут унифицироваться посредством либо когда цифровые валюты центральных банков принимают форму обязательств центрального банка, размещающихся непосредственно в унифицированном реестре, либо когда центральный банк может токенизировать уже существующие резервы, используя API, которые соединяют унифицированный реестр с текущей резервной системой. Эта модель поддерживает окончательность расчета деньгами центрального банка, а также проведение атомарных расчетов и окончательность регулирования операций как по частным токенизированным деньгам, так и по неденежным токенизированным активам. Поэтому унифицированный транзакционный реестр имеет два ключевых преимущества перед другими интеграционными решениями. Во-первых, унифицированный реестр предоставляет платформу, где можно легко интегрировать и автоматически выполнять более широкий круг ожидаемых и непредвиденных финансовых транзакций, проводя урегулирование безрисковыми активами в лице денег центрального банка. И, во-вторых, наличие всех активов на одной платформе позволяет заключать новые типы условных контрактов, что, по сути дела, в глазах центральных банков служит общественным интересам и преодолевает многие препятствия, связанные с обменом информации, которая сегодня существует. По сути дела, вот такие вот модели унифицированного транзакционного реестра – это решение проблемы инфраструктуры финансового рынка. Это новая инфраструктура финансового рынка будущего. Возможный вариант ее, как один из возможных вариантов, это вот именно унифицированный реестр. Вопрос, будет ли он реализован центральным банком или, возможно, нет, но это, скорее всего, все-таки речь будет, конечно, идти о регуляторе. Вот. И несколько слов хочу сказать о позиции Банка России. Значит, позиция Банка России состоит в том, что в целом она отражает современные тренды, которые существуют. Вот. Единственное, что центробанк как бы подходит с точки зрения платформенной дифференциации. платформенной дифференциации именно для реализации токенизированных депозитов. Здесь Банка России как бы выделяет так называемые частные платформы, и он их называет, это я их называю, частными, а центробанк их называет обособленными. Да, обособленные, но суть от этого не меняется. Обособленные и единые, да, единые платформы. Значит, частные платформы, они могут реализовываться отдельными коммерческими банками без связи с другими платформами, могут взаимодействовать с другими платформами посредством мостов, через которых достигается совместимость. То есть это вот как бы, первый это проект с Onyx, о котором речь шла, вот, а второй вариант это единые платформы, вот, они же могут быть реализуемы вот то, о чем я говорил, это на примере платформ центральных банков, а могут реализовываться путем ассоциации или консорсов коммерческих банков, ну, что имеет свои плюсы и минусы. Вот, например, проект USDF, это является пример вот такого вот решения, реализуемого на базе ассоциации консорсов коммерческих банков. Вот, но достижение функциональной совместимости на основе единой платформы, безусловно, достаточно сложное мероприятие, оно связано с решением многих вопросов, например, созданием единого стандарта токенов, в том числе в части их выпуска и сжигания, разработка единого механизма определения условий платежа, обеспечения, выполнение стандартов противодействия отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных операций, смарт-контракте, согласование вопросов, связанных с достижением консенсуса в отношении управления деятельностью такой платформы и полномочий их участников и так далее. То есть огромное количество вопросов, которые также, как, например, с трансгранникой в отношении проектов цифровых валют центральных банков требуют решения. Здесь много перекресток, потому что как проекты цифровых валют центральных банков, так и проекты токенизированных депозитов тоже могут иметь схожные решения. То есть это единые платформы, это взаимосвязанные решения, совместимые решения. То есть здесь много, соответственно, вот таких вот пересечений. Вот, ну и, наверное, я буду уже близко продвигаться. Вот, значит, ну вот если сравнить эти модели, частные платформы и единая платформа, они отличаются, во-первых, по интероперабельности, в силу, опять же, возможности использования таких депозитных токенов. Они будут отличаться совместимостью смарт-контрактов, сегментированием информационных реестров и, конечно, ролью регулятора. Если в первом случае речь будет идти о надзорных, прежде всего, функциях, то во втором случае будет идти речь, конечно, о том, что регулятор в лице центрального банка выступает оператором единой платформы и также разрабатывает систему правил стандартов и принципы управления такой платформой. Ну и, соответственно, плюсы здесь очевидны единой платформы, но большое количество сложностей на пути такой реализации, то есть реализации такой единой платформы. И вот здесь я бы отметил современные проблемы имплементации токенизированных депозитов и их интеграции с цифровыми валютами центральных банков. Первое – это проблема в том, что экономический потенциал интеграции токенизированных депозитов с цифровыми валютами центральных банков в настоящее время трудно измерить. Это все в настоящий момент не подлежит каким-то математическим оценкам. Это, в принципе, все на уровне ожидаемых результатов. То есть эти ожидаемые результаты очень трудно количественно измерить. Второй вопрос – это то, что в настоящее время не определены технические решения, которые в наилучшей степени позволят реализовать институциональные и функциональные возможности интеграции токенизированных денег и других активов в одном реестре. То есть существующие сегодня решения, они недостаточно обладают высокой пропускной способностью, то есть недостаточно хорошо масштабируемы для решения таких проблем. Существует вероятность того, и она высока, что централизация расчетных решений на основе унифицированного реестр Центрального банка будет вести к снижению конкуренции в сфере платежей и расчетов, прежде всего из-за неспособности к быстрой адаптации и доступу к таким платформам инновационных компаний, прежде всего из сферы децентрализированных финансов. Высокая степень интеграции при этом может быть достигнута не только на основе единых реестров платформ, но и на основе цифровых платформ биктехкомпаний или мостовых решений крупных коммерческих банков даже в ущерб полной унификации. Здесь важно соизмерить, то есть эффекты, которые будут достигнуты, положительные и риски, которые возникнут в условиях такой концентрации, централизации, все на основе единой платформы. И вот необходимость в новой согласованной инфраструктуре финансового рынка, которая является, по сути дела, вот такие модели, они достаточно могут оказаться дорогие, и трудно реализуемые в среднесрочной особенной перспективе в силу трудности достижения консенсуса интересов между регулятором и частными коммерческими игроками. В этом смысле мостовые разные решения, они представляются здесь более в среднесрочном плане реализуемым. Ну и выводы. Прежде всего, обращаю внимание, стейблкоины, привязанные к фиатным валютам и токенизированные депозиты являются двумя конкурирующими и взаимодополняющими формами токенизированных денег частных имитентов. Взаимодополняющими и конкурирующими, но не взаимозаменяющими. Вот это очень важно подчеркнуть. Как, например, цифровые валюты центральных банков не заменят в обращении криптовалюты. Так и здесь. Выпуск токенизированных депозитов не заменят в обращении стейблкоина. Второе, стейблкоин имитируется в рамках модели цифровых инструментов на предъявительном. Это предусматривает возможность их обращения, создает большое количество разных кейсов использования. Токенизированные депозиты выпускаются в рамках модели цифровых учетных записей. Такая модель не предусматривает возможность их обращения, делает их, с одной стороны, более унифицированными и сужает широту использования. Стейблкоин является в этой связи более универсальной формы частных денег. Но последнее, то есть использование в сегментах как CFI, так и DFI порождает дополнительные расходы, задержки связаны с окончательным урегулированием транзакций и риски, которые тоже надо правильно и купировать, и минимизировать. Значит, токенизированные депозиты в этом смысле эти риски позволяют купировать, да, и в лучшей степени достигнуть автоматизации расчетов позволяют, сохраняя при этом эквивалентность покупательной способности различных денежных форм. Использование как стейблкоинов, так и токенизированных депозитов при определенных условиях может позволить ускорить проведение транзакций, сократить транзакционные издержки и, соответственно, платежные комиссии, но в разных случаях, по-разному. То есть не в полной мере, как я уже сказал, они являются взаимозаменяющими. Значит, в силу экономических особенностей нерегулируемый оборот стейблкоинов, особенно глобальных, порождают новые риски, в том числе глобальные риски, начиная от риска утраты доверия и влияния на благосостояние держателей таких стейблкоинов до утраты на государственном уровне возможности денежного суверенитета, транзакционного механизма денежно-кредитной политики, финансовой стабильности. Поэтому, соответственно, к числу основных методов регулирования, которые сегодня повсеместно, в тех странах, в которых регулирование осуществляется, используется, это требования обязательно АМЛ, СТФ, СПФ, установления финансовых нормативов, в том числе в отношении вида размера резервных активов и протенциальных норм. В этой связи с современными лидерами регулирования являются развитые юрисдикции, такие как страны ЕС, Япония, Сингапу и другие. В настоящее время использование стейблкоинов ограничено операциями на рынке криптоактивов, в то время как они пытаются найти свою нишу за рамками этого рынка, но использование достаточно на сегодняшний момент является ограниченным, в том числе, кстати, в связи с отсутствием регулирования. Это тоже важно. Часто регуляторы говорят о том, что они сами по себе должны как-то найти кейсы использования, и как они могут найти, если они запрещены во многих юрисдикциях, в принципе. Развитие токенизированных депозитов находится на стадии пилотных проектов, поэтому здесь говорить пока о каких-то цифрах использования широкого пока рано. Поэтому роль стейблкоинов и токенизированных депозитов в будущей денежно-кредитной системе будет определяться теми вариантами, какие они найдут своего дальнейшего использования. То есть это будет значительно определяться формами их взаимодействия с цифровыми валютами центральных банков и интеграции, вариантами интеграции в денежно-кредитную систему. То есть это может быть локальное или более глобальное влияние. Потенциал токенизированных депозитов может быть наиболее полно раскрыт в связке с цифровой валютой центрального банка и другими токенизированными активами на основе унифицированного реестра. Этот единый реестр технически реализуется на единой платформе и в теории это позволяет не только нивелировать различия в покупательной способности различных форм денег, но и обеспечить атомарность расчетов с применением цифровых валют центральных банков в качестве окончательного средства урегулированных. И, наконец, при очевидных достоинствах интеграции на основе унифицированного реестра в качестве новой инфраструктуры финансового рынка подобного рода интеграция может быть очень дорогостоящей, трудно реализуемой в среднесрочной перспективе. Она может также привести к риску утраты конфиденциальности пользователей, росту риска монополизации и навязывания услуг. Поэтому при внедрении различного рода моделей интеграции нужно взвешивать те потенциальные преимущества, которые такие интеграционные модели дают с теми рисками, которые они накладывают на участников таких решений. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Ну и, конечно же, вопросы. Так, там есть, по-моему, пока, если здесь думаете. Хотя, в принципе, я готов задать вопросы, у меня есть. Так, Дмитрий Анатольевич, тогда, если можно, да, я тогда покажу. На понимание скорее. То есть у меня есть некое как бы свое понимание, но все-таки вы уточните. Почему вы берете только стейблкоины, обеспеченные пятными валютами, рассматриваете, токенизированные честные деньги? Вот, наверное, это по очереди, Грида. Давайте. Мне кажется, я попытался в докладе акцентировать на это внимание, но, наверное, не в должной мере, поскольку вопросы такие появились. Значит, речь идет о том, что если мы говорим о каком-то другом типе стейблкоинов, да, то токенизированные, современные токенизированные деньги – это всегда обязательство их имитента денежное. Если стейблкоин привязан к товару, а не к деньгам, то тогда обязательство становится получение этого товара. А это уже значит, что это как бы другого типа обязательства. То есть это обязательство на другой предмет, не деньги, а на какой-то другой объект экономический. То есть это на какой-то актив или на какие-то другие права или на какие-то другие финансовые активы. То есть что не является деньгами. Поэтому и в этой связи не может быть обеспечено… Но стейблкоин сам по себе является деньгами. Ну, можем мы его таким образом рассматривать. Если он предусматривает обязательность обмена на соответственную сумму фиатных денег. Ну, подождите, а если мы берем обеспеченный, ну, не важно, даже не обеспеченный, может быть, даже алгоритмический, его там большое количество экономических агентов используют, рассчитываются, используют его в виде разных функций, то стейблкоин сам по себе является деньгами. Дело в том, что сейчас мы говорим о традиционной трактовке стейблкоинов с позиции от устоявшихся представлений… Я, наверное, тогда сразу задам второй вопрос, потому что на самом деле вы к нему и подвели. Вот у вас единственное, что не прозвучало в разнице между стейблкоинами и токенизированными депозитами, вот как мне видится, здесь все-таки такая принципиальная разница есть, что стейблкоин – это отдельная валюта, а токенизированная депозит – это просто форма фиатных денег, ну, данной валюты, скажем. Но если мы рассматриваем стейблкоинах, которые все равно привязаны к фиатной валюте, то мы не можем их рассматривать в качестве самостоятельной… Ну, смотрите, я бы такую аналогию провел. Скажем, стейблкоин – это валюта, имитируемая на принципах currency board, условно говоря. Но это отдельная валюта. Currency board – это когда у вас в основе… Условно, условно. Корзина будет лежать валюта. Такие тоже стейблкоины гипотетические. Не обязательно, нет, но есть же на основе доллара, например. Но смысл в том, что все равно стейблкоин – это как отдельная валюта. А токенизированный депозит – это все-таки привязка к данной фиатной. Это представление о том, что это единая валюта, порождается за счет того, что она может торговаться. Но именно вот это и позволяет мне ответить на вопрос, вот именно это разделение. Почему вы берете стейблкоины, основанные на фиатных валютах? Вот тогда я понимаю. Тогда вы фактически их пытаетесь свести к единой валюте. И тогда именно в рамках данной интерпретации мы можем говорить об унификациях. Если мы говорим о более широкой уже какой-то разновидности стейблкоинов и уже берем более широкие объекты обеспечения и другие активы, то здесь это будет требование не денежное, а требование на какой-то актив. А этот актив, он будет характеризоваться совершенно другими характеристиками и в плане его рыночной стоимости, и в плане... И вот какие стейблкоины в худшей степени будут удовлетворять характеристикам денег как таковым, потому что в деньгах очень важна поддержка стабильной покупательной способности. Именно почему криптовалюты часто используются как средство сбережения, а средство платежа используется крайне редко, по крайней мере, со стороны тех, кто принимает платежь, потому что есть риски резкого обесценения или, наоборот, резкого увеличения курса такой криптовалюты. Вот стейблкоины алгоритмически вообще очень сложно гарантировать выполнение этой стабильности за счет технологий, пока еще не нащупана и не найдена такая технология, которая могла бы это делать достаточно на долгом интервале времени, обеспечивать вот эту стабильность. На коротком – да, а вот на дальнем, как показывает все-таки все вот эти отклонения рыночной стоимости стейблкоинов от номинала, применительно к фиатным стейблкоинам, оно минимальное, даже несмотря на колебания. В отношении других стейблкоинов они значительно больше, если вот исходить из среднемесячных отклонений от номинала. И здесь еще важно, что вот то, что стейблкоины торгуются, в том числе фиатные, это здесь вот эту двоякость порождает. Универсальность, как бы универсальность использования, может использоваться и на рынке криптоактивов как актив, а может как платежный инструмент. Вот безусловно, что тегенизированные депозиты этого не дают, они более традиционны в этом понимании, более функционалы их ограничены, хотя более унифицированных, более проще реализовать, особенно платформы. И я недаром сказал, что стейблкоины могут на платформе быть реализованы при определенном условии. Пожалуйста, микрофон обязательно и представляйте. У меня такой вопрос. Вы помните, вы говорили, можете не совсем правильно понимать, что алгоритмические стейблкоины основаны на активах, они чуть-чуть другие, чем фиатные валюты. Алгоритмические вообще не основаны на активах. В основе алгоритмические лежат алгоритмические технологии, там нет обеспечения. Вот это не должно быть не обеспечено. А вот те, которые на фиатах и на обычных активах, у них алгоритмы одинаковые будут? В мировании этого стейблкоина? Нет, их большая разновидность. Если мы сейчас будем в детали уходить, так там их очень много. Понимаете, есть стейблкоины, которые обеспечены корзиной криптовалют. Нет, ну давайте классику. Вот золото, нефть. А золото и нефть, они ушли как бы на задний план. Их роль минимальная на рынке сейчас. Был период, когда их роль была значительная. Можно было говорить о том, что она какая-то там роль есть, там существенная. А сейчас она... Вот смотрите, на все прочие стейблкоины, то есть на обеспеченные другими активами, без привязки к фиатным валютам, и алгоритмически приходится меньше 5%. Я все-таки еще одну ремарху к своему вопросу. Здесь развилка получается, понимаете, если именно уже на международном уровне. Потому что если мы говорим, опять же, о стейблкоинах, привязанных к фиатным валютам, ну вы и сами отметили, там подавляющая часть привязана к доллару США. А если мы говорим о токенизированных депозитах, они же внутринациональных экономик. Ну там, условно, российские будут в российских рублях, там в стране А в валюте, в стране А. То есть уже на самом деле возникает вот эта разница валют и влияние валютных курсов, соответственно. Даже если будем учитывать, что там идеально привязан стейблкоин в отношении один к одному и курс один к одному. Ну поэтому он и более рискованный актив, безусловно, в силу этого. Ну или наоборот. И вот, кстати, если мы говорим о долларизации каких-то национальных экономик, стейблкоин же может выполнять ту же функцию иностранной валюты, чего, на мой взгляд, и опасаются. Да, да, безусловно. В этом и преимущества, и риски преимущества, их больше. Стейблкоины дают больше, в принципе, каких-то эффектов возможных, особенно глобальной реализации, но при этом порождают большое количество рисков. Сегодня регуляторы ищут баланс. Вот в тех странах, в которых не открещиваются от стейблкоинов, не шарахаются от криптовалют, не уравнивают им, а делают различия, особенно различиями фиатными и другими типами, и криптовалютами, то вот именно эти юрисдикции понимают, что это можно и нужно регулировать. А позиция Банка России, вот если уж говорить о нашей стране, она для меня, например, совершенно непонятна. Так, у нас Петров Валерий Станиславович руку держит. Валерий Станиславович, вам слово. Дмитрий Анатольевич, большое спасибо за интересный содержательный доклад. У меня два вопроса, которые друг с другом пересекаются. Так как у нас есть очень актуальная научно-прикладная задача, это организация трансграничных расчетов с использованием, в том числе, цифровых финансовых активов, могли бы вы прокомментировать, с вашей точки зрения, возможно ли использование стейблкоинов и, соответственно, токенизированных депозитов для решения этой научно-прикладной задачи. И второй вопрос, который связан с этим, мы все знаем, что сейчас наконец-то пошли реальные операции с цифровыми депозитами на базе 259-го закона нашего Центрального банка, и насколько возможно использование законодательства именно на базе 259-го закона и указа президента, который разрешает использование цифра для трансграничных расчетов, именно для решения вот этой научно-прикладной задачи как трансграничные расчеты, в том числе, может быть, с использованием и стейблкоинов, и токенизированных депозитов. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Станиславович. Тут, безусловно, два вопроса взаимосвязанных. Прежде всего, я хотел бы отметить, и уже подчеркнул, по-моему, в рамках нескольких дискуссий мое отношение на использование цифра в трансграничных расчетах. Оно очень пессимистичное. В том смысле, что цифра само по себе, как вот именно цифровые финансовые активы, оно не предусмотрено для выполнения расчетных функций. То есть, да, можно предусмотреть модели, которые позволяют реализовать этот потенциал, их как-то использовать, прикрутить в расчетах, и даже где-то их использовать. Но это будет очень ограничено. Нет инфраструктуры, нет стандартизации этих расчетов. Прежде всего, это же ведь в рамках трансграна должно быть и в других странах, с которыми Россия хочет торговать, рассчитываться этими ЦФА. Поэтому вот с точки зрения того, той реализации, какой имеет этот ЦФА в нашей стране, на мой взгляд, использование их будет очень ограничено. А вот что касается стейблкоинов, то оно могло бы получить широкое распространение, если бы не позиция Банка России. Вот если позиция Банка России изменится по использованию стейблкоинов, и мы получим четкую регуляторику использования таких активов в платежных целях, чего сейчас запрещено по законодательству. То есть ЦФА нельзя внутри страны, например, использовать. А, например, в других-то странах те же самые стейблкоинов можно внутри страны использовать. Это важно, ведь вот когда мы делаем различия, в стране нельзя использовать, а в трансгране можно, здесь появляется парадокс. Всегда бывает наоборот. Сначала вы внутри страны, а потом вы выходите за ее пределы. Здесь нет отработанных технологических и других решений для использования этих внутри страны. И, например, регуляторы предлагают использовать трансграни. Мне кажется, тут позиция Банка России используйте все, что можно для решения ваших индивидуальных проблем. Мы вам предложим все варианты, дадим какой-то инструментарий, но, опять же, в рамках вот этого узкого регулируемого пласта инструментариев, то есть ЦФА, который жестко регламентируется регулятором, ограничим там использование нерегулируемых или слабо регулируемых таких активов, как, например, криптовалют, да, и стейблкоинов. И получается парадокс. Те инструменты, которые, инфраструктура которых уже развита, использовать нельзя, а те инструменты, которых инфраструктура только формируются, их предлагают использовать. Поэтому, на мой взгляд, здесь парадокс связан с тем, что не готовы сегодня в широком использовании ЦФА в трансграннике. Она изначально не была к этому, то есть ЦФА никогда не были на это акцентированы. Ну и создать это сейчас с нуля будет очень проблематично, да и, на мой взгляд, не нужно, потому что есть другие более уже инфраструктурно разработанные и какие-то решения, которые уже широко используются в мире. Другое дело, что да, для решения каких-то частных задач, отдельных каких-то компаний в расчетах, где другие инструменты не подходят в силу санкций, ну, может использоваться ЦФА, да, но не стоит рассматривать это как какое-то решение наших проблем. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Так, да, коллеги, представляйтесь, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Мне, Дмитрий Анатольевич, дайте большой ваш доклад. Он во многом представляет точки внутри. Сейчас мы тебе показываем разницу, например, в требовательных с инфраструктурами и гипотезами. И в начале своего доклада вы упомянули, что действительно потенциаловая документация действительно востребована на гранических предприятиях, на гранических батареях. В связи с этим несколько взаимодополняющих вопросов. Первый. Как вы считаете, платежный инструмент, который может быть использован в гранической платежной инфраструктуре, то ли это стаблпоин, то ли это стаблпоин, то ли ЦФА, насколько велика его роль? Если его роль велика, тогда, достаточно велика, тогда второй вопрос. Когда мы говорим просто глупоин, мы уже упомянули о том, что и нефть, и золото, в современном мире, они украдили свое значение в качестве. Такого якоря, в случае которого можно осуществлять расчеты. И, видимо, по этой причине сейчас идет активно в Российской Федерации поиск, то ли корзивные валюты, то ли корзивные какие-то товары, комодики, с которыми довольно привязаны с того, с одной стороны. С другой стороны, те стаблпоины, в основном, о которых, что они не говорили, независимо от того, насколько они обеспечены, алгоритмические, не алгоритмические, тем не менее, они в основном привязаны к доллару США. Конечно, во всем деле, с одной стороны, удобно проводить такие транзакции номинируем доллара США. С другой стороны, это несет определенные риски и очень долгосрочные перспективы, конечно же, ограничены. Поэтому вопрос такой, какие факторы вы бы выделили, которые могут заменить традиционный инструмент, традиционный ядр в виде доллара США какими-либо другими видами привязки, которые могут потенциально обслужить основы для формирования стейбл-ойнер наиболее универсального инструмента, который можно было использовать для транзакции. Спасибо за вопрос. Я ответ на этот вопрос увижу с ответом на предыдущий вопрос, который задал Валерий Станиславович, потому что здесь, мне кажется, все мы упираемся в эту проблематику трансграна и, понятное дело, почему для нашей страны особенно эта тема актуальна в силу, опять же, множества ограничений, которые наложены санкционно на нас. Смотрите, токенизированные депозиты потенциально могут играть такую же большую роль, как в современной экономике играют традиционные депозиты. Если мы говорим о расчетах, например, в системе SWIFT, они идут с использованием в том числе депозитов коммерческих банков. Система основанной платформенной основе может заменить фактически подобного рода инструментарий, сделав вот такой контур платежей частными деньгами и в трансгране. Моя классификация на локальные и глобальные. Студенты спрашивают, мы нигде не видим этой классификации, где вы ее взяли, локальные и глобальные? Я говорю, так правильно вы ее не видите, потому что это моя классификация. Локальные стейблкоины это те стейблкоины, о которых вы говорите, привязаны к доллару США. Это локальные. Они вышли за рамки локального рынка или выходят благодаря просто роли доллара в экономике мировой, которая за рамками национальной границы, за рамками сферы централизованных или децентрализованных финансов, она везде есть, как мировых денег. если мы говорим о проектах глобальных, то даже проект Диа это был проект корзины валюты. Это не был. Потом, да, потом вторая версия уже этого проекта, она предусматривана на разных рынках использованием, опять же, потребованию регуляторов, да, они изменили. То есть в WhitePay по 2.0 там уже была привязка на разных рынках к национальной валюте, где они используются. в Сингапуре, в Сингапурский доллар, в США доллар. США изначально это была корзина. И вот этот вот принцип корзины валют для глобальных стейблкоинов или обеспечение золотом, вот два варианта обеспечения, я склоняюсь к первому, вот они являются наиболее реалистичными на сегодняшний момент в плане глобального стейблкоина, в плане глобального стейблкоина. А отвечая на вопрос нашей текущей повестки, для нас, мне кажется, для начала нужно вообще понять, что такое стейблкоин, потому что в российском законодательстве нету такого термина. Вы начинаете придумывать какие-то инструментарии механизма международных расчетов, даже не определив, а о том, что это такое за инструмент внутри страны, почему мы их запрещаем для использования. Вот запрещая для использования подобного инструмента, мы только лишь еще раз подчеркиваем, что наша экономика недоразвитая, я так называю, потому что все развитые экономики, они не боятся этого инструментария. Это не значит, что пожалуйста выпускайте кто хотите, нет, но надо разработать это регулирование, а это вопрос ни одной недели, ни месяца и даже ни года. Поэтому когда мы говорим о проектах какого-то выпуска стейблкоина, сначала законодательство надо разработать, адекватное, а не то, которое создает больше препонов, чем открывает возможности, и уже на базе него можно что-то развивать, то есть это на мой взгляд это только среднесрочная перспектива, в предкосрочной перспективе это все будет только на бумаге все эти проекты, их реализовать нельзя, к выпуску стейблкоинов надо было готовиться пять лет назад, сейчас по факту уже существующая ситуация, правильно центральный банк разводит руками, используйте все, что можно, вот все, что можете, то, что может, то, то использует расчеты, потому что мы ничего предложить в качестве такого универсального инструмента не можем, а если бы занимались этим вопросом начали пять лет назад, может быть сегодня уже что-то бы имели, потому что вот этот вот подход мы только допускаем то, что сами предлагаем, а не то, что предлагает рынок, вот это пагубный подход, потому что он сразу закрывает разные дифферсификационные возможности для каких-то экспериментариев, как стейблкоин, а с токенизированными депозитами все проще, они выпускаются в национальной валюте, поэтому их использование оно всегда будет привязано к национальной валюте, поэтому их использование в рамках международных расчетов будет этим и обусловлено, и этим ограничено. И я вот обращаю внимание, что и стейблкоин и токенизированные депозиты, в отличие от ЦФА, в нашей интерпретации российской, и инфраструктуру, которая построена, они, конечно, безусловно, изначально ориентированы на Танцград, ЦФА, нет? Уточняющие вопросы. Вы сказали, что выбрали привязку к конечной корзине национальных валютов. Ну, очевидно, наверное, больше есть и приемности, меньше владельцев и достоинства. Вместе с тем, как определять вес или, конечно, на этот вопрос сложно ответить, как определять вес, но вместе с тем, какие мы можем заложить в принципе в основу такой корзины валют для того, чтобы можно было дальше, в том числе, с участием регулятора, продолжить исследование. Это тоже вопрос, на который можно долго отвечать, потому что принципы-то разные может быть заложены. Может быть, принцип заложен, какая в системе корзина СДР используется, какая использовалась принцип к установлению курса EQ, то есть, можно какую-то новую модель предложить, установление курса, но, безусловно, доминирующим весом в этой корзине должна быть валюта той страны, которая имеет наибольший вес международной торговли, это главный принцип, а не геополитика, а именно это, потому что это стабильный принцип, а геополитика это изменчивый принцип, и, конечно, нельзя как бы закладывать это на какой-то долгосрочный играющий перспективы, то есть, роль в торговых может быть, как рассчитываться, разные могут быть предложены варианты, как рассчитываться это, но для этого, прежде всего, для того, чтобы это все предлагать, для этого должно согласие получено быть предварительное у стран потенциальных партнеров, мы можем любую прекрасную модель придумать, в теории описать, проект предложить, а наши партнеры скажут, нам это не подходит, или, пожалуйста, разрабатывайте дальше, мы посмотрим, как это будет, он так Китай говорит, пожалуйста, мы не против, да, мы участвовать будем, и там, и тут, и там, как консультанты, как наблюдатели, то есть, ему все, а в расчетах будем использовать юань, а корзина с Китаем какая может быть другой, но там будет юань 90%, но по роли экономики китайской в мире, то есть, по удельному весу, в торговых отношениях, да, даже в резервах, потому что юань в резервах там у многих стран, развивающихся, находится, в отличие от других, например, валют, там других, развивающихся, там и стран, поэтому вот какой-то такой ответ. Получается, что если США против, Китай против, если Союз против, тогда в принципе вряд ли подойдет к тому, что мы не ведем. Я не говорил, что Китай против. Китай, наверное, и не против, как один из инструментов. Если для нас это может быть критически важным, мы рассматриваем со своей точки зрения, потому что мы ограничены санкциями и другими проблемами, для нас это критически важно как решение, то для Китая это один из побочных продуктов, которые решают, ну, условно говоря, какие-то торговые там внутренние наши расчеты, да, между нашими двумя юрисдикциями, учитывая вес торговли между Россией и Китаем, то есть Китай не рассматривает нас в качестве какого-то главного партнера, поэтому, безусловно, и акцент не будет сделан преимущественно на нашу сторону. А для нас, да, для нас это важный момент. Вот, поэтому, конечно, здесь Китай всегда занимается сдержанную позицию, да, и вашим, и нашим, поэтому здесь нельзя так однозначно сказать, что он будет против, но он будет доминировать, он будет настаивать на использовании юаней. Так, тут еще в чате у нас вопрос от Антона Моисеева. Чем-то кинезированные депозиты отличаются тогда от обычной двухуровневой денежной системы. Дальше вот просто зачитаем. Теряем память денег, история транзакций, смарт-контракты, плюс добавляем стопроцентное резервирование, и банк становится просто кассой. Ну, как прокомментируете. Я не очень понимаю вот такой длинный вопрос, то есть здесь уже и комментарии содержатся одновременно, и вроде как уже попытка ответить на него. Если просто ограничиться вот только вопросом, то тогда я отвечу так. Значит, я бы сказал так, чем-то кинезированные депозиты не отличаются от двухуровневой денежной системы, а отличаются от традиционных депозитов, которые выпускаются в рамках двухуровневой денежной системы. Они отличаются новой технологией, которая позволяет реализовать тот функционал, повышая эффективность использования денег, которые раньше не были доступны. Как я сказал, по природе деньги остаются те же самыми. Природа денег не меняется из-за токенизации. Как она не меняется в связи с токенизацией денег центрального банка, так же она не меняется, эта парадигма не меняется из токенизации частных денег. А вот новые функционалы, даже новые требования к деньгам, которые экономические агенты предъявляют в токенизированных деньгах, могут быть реализованы. Даже программированность это важная составляющая. И никакой я здесь спамить денег не вижу, чтобы она утрачивалась. А система двухуровневая, она сохраняется. Просто разбавляется, разбавляется. То есть традиционными формами дополняют дополнительно эти формы новые цифровые формы. сохраняя, то есть больше выбора становящих экономических агентов, какие формы денег используют, для каких кейсов. При сохранении возможности трансформировать одну форму в другую в зависимости от средств использования и определенных условий. Это, безусловно, открывает огромные возможности на самом деле, но они реализованы могут быть только при унификации финансовой инфраструктуры. То есть когда у вас будут общие подходы, технологии, принципы организационные, проведение расчетов и связующие все элементы согласованные. Это тоже, как я уже сказал, перспектива среднесрочная. Краткосрочные перспективы этого не будут реализованы. А вот, кстати, да, был уверен выход. У меня такой вопрос. Он был у меня, но теперь идем более в клиенте. Вот чем отличаются неземные депозиты от нашего нового цифрового муглята, который хочет собирать ввести? Потому что, по сути, он хочет сделать то же самое. Ну, только сразу на все участие. Нет, смотрите, как я уже неоднократно говорил, мы говорим о разных формах денег, да? Или типы, еще типы, типология денег разная. Есть государственные деньги, вот из чего мы с Артемом часто обращаем внимание. Государственные не частные. Хотя Артем немножко по-другому частные трактует в позиции Хайека, но мы, я думаю, тут найдем вообще моменты. Государственные деньги – это деньги Центрального банка. Новая форма денег – государственных денег. А здесь речь идет о частных деньгах, частных имитентов. Просто вложениях мы открываем в виде формы депозита цифрового, и он уже в контакте проходит быстрее, надел деньги. Ну, а цена, наверное, хочет примерно то же самое, но только продвигает сразу все. Конечно, Центробанк хочет, во-первых, чтобы его роль в качестве денежного имитента сохранялась, потому что, безусловно, она утрачивается все больше в связи с вымыванием наличных денег из обращения, то есть той формы, которая традиционно была доминирующей, она размывается. Они хотят, Центральные банки хотят сохранить, во-первых, это, во-вторых, конечно, они хотят поднять под себя и другие формирующиеся, путем создания новой инфраструктуры. И, конечно, они традиционно двухуровневую подстраивают по этому принципу, потому что мы же понимаем, что каким образом деньги сегодня в экономике связаны. Здесь предполагается их связать уже на новой цифровой основе. А я говорю о том, что здесь можно еще связать с помощью стейблкоинов, определенных типов стейблкоинов, законодательно разрешенных, законодательно регулируемых, еще это и с сферой децентрализованных финансов в той или иной степени, да, и с криптовалютой. А вот еще возникает вопрос, как раз, когда вы отвечали на предыдущий, вот все-таки термин депозит, вот у вас ваше описание определения текенедированных депозитов, это все-таки они в большей степени участвуют в расчетах, поэтому вот все-таки это ближе к нашему понятию счет, чем депозит, потому что депозит все-таки в большей степени предполагает как выполняющую функцию средств сбережения. Здесь я бы с вами поспорил, Михаил Юрьевич. Ну вот давайте, да, я как раз Относительно того, что депозиты до востребования и депозиты срочные, вот и разница между ними, они и те, эти депозиты, ну да, можно, конечно, сводить все к счетам просто, но... Нет, я в том смысле, что все-таки токенизированные депозиты, я правильно понял, они ориентированы все-таки прежде всего именно на расчеты, а не на ранения средств. Мы говорим о том, что да, это их такой как бы драйвер современного развития, но они также могут приносить процентный доход, как и традиционные депозиты. Вдруг, конечно, нет, ну что значит дают? Эта возможность может быть предусмотрена, это желание коммерческих банков, возможности регуляторика, будет ли государство поддерживать это, потому что это же будет все влиять, в том числе на скорость обращения денег, на мультипликации денег в экономике. На многие эти факторы их надо оценивать, прежде чем разрешение такое давать, регулятор, если даст такое разрешение. Так же, как, например, стейблкоины могут тоже процентный доход приносить при определенных условиях, но это тоже должно регулятор разрешить это дело, потому что иначе такие стейблкоины начинают, опять же, конкурировать с депозитами, вымывать при прочих рамках, как это, например, происходит с цифровыми валютами центральных банков, только здесь разные факторы, потому что с цифровыми валютами центральных банков вымывание может происходить естественным образом в силу того, что эти деньги без риска считаются, а любые частные деньги все-таки имеют хоть минимальный риск, даже без процентного дохода, а с стейблкоинами здесь очевидно может быть процентный доход, как улажный фактор потенциального продвижения. Но, опять же, это должно быть правильно отрегулировано, потому что риски, связанные с возможностью, почему сейчас, например, центральные банки в большинстве случаев отказались от начисления процентов на ставки, это можно было сделать, и это обсуждалось широко, до сих пор обсуждается в экономических некоторых исследованиях, и в том числе Народный банк Китая на это обращал внимание, что гипотетически в теории в будущем центральные банки могут использовать этот инструментарий как инструмент, более новый, новый инструмент денежно-кредитный парень. Так, коллеги, еще есть вопросы? Ну, если нет, я бы тогда с удовольствием предоставил... А, есть? Ну, тогда давайте. Скажите, у меня такой вопрос, почему изначально... Только в микрофон поближе, просто чтобы слышно было. Да, у меня такой вопрос, почему изначально такая политика на нашем правом плане как цифровом полюбе? Почему из сложившейся ситуации не хотим мы дальше двигаться? Мне кажется, это логично центральному банку задать вопрос представителям, почему такая политика? У меня нет однозначного ответа, но есть мнение, да. Значит, мое мнение такое. Наш центробанк, он достаточно консервативный консервативный институт. К сожалению, многие как бы идеи, заложенные в основе функционирования, это традиционные идеи, которые во многом степени уже утратили свою актуальность. Эта позиция не может быть пересмотрена в рамках существующего руководства центрального банка. То есть, это новая, должна быть новая политика, принципиально другая, которая способствует конкуренции, способствует развитию новых технологий, открытости, попытки контактировать с рынком путем навязывания каких-то, вот уж как, например, обсуждение цифрового рубля происходило. Собрались с коммерческими банками, сказали, надо, вот, и все, и коммерческие банки сначала там повозмущались, высказали свои претензии и опасения и успокоились. Вот, то есть, вот такое, например, в Соединенных Штатах в принципе невозможно, потому что там очень активное лобби существует, которое влияет на государство, потому что капиталы оказывают существенный вес в экономике развитых стран. Там невозможно представить ситуацию, когда регулятор может вот просто взять и что-то запретить на кармин. Да, он может долго регулирование не принимать, регулирование может быть, условно говоря, с большим количеством разных компромиссов и ограничений, но оно должно быть. А просто запрет на использование, оно создает просто, ну, во-первых, вымывание компаний страны, да, уход этих страны в те юрисдикции, где такое можно реализовывать. А во-вторых, это опять же ограничивает потенциал наших внутренних, вот, диверсифицироваться экономик. Вот что произошло? Эта политика центрального банка привела нас в ту точку, в которой мы сейчас находимся, при прочих равных. Понятно, что никто не мог ожидать, что на нас наложат эти ограничения, но если бы центральный банк не фокусировался только на собственных технологиях, там типа передачи финансовых сообщений, как аналог SWIFT, да, развитие там карт МИР, которые конкурировали с картой международных платежных систем, а какие-то прорывные решения разрешал делать или в экспериментальном режиме хотя бы тестировал, как это в других юрисдикциях происходит, возможно, у нас на этот момент уже были бы какие-то подготовленные решения, а они все сводились просто к тому, что центральный банк какие-то новые технологии внедрял. Ну, а что мы уперлись? Мы уперлись в санкции против центрального банка, мы уперлись в санкции против значит НСПК, мы уперлись в санкции против расчетного депозитария, мы уперлись в общем, в санкции против всех структурообразующих финансовых институтов России, и все, и все, потому что на них жиждется традиционная финансовая система России, полностью на них зацикленная. Других инструментов нет. Я согласен, что и другая бы страна столкнулась с такими бы точностью проблемами, как и наша, в связи с сведением огромного количества ограничений, но готовность к решениям была бы другой, если бы была другая политика, экономическая, центральная банка. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Давайте тогда я с удовольствием Артему Семеновичу предоставлю слово. У вас там презентация есть? Нет, коллеги, я хочу поблагодарить Михаила Юрьевича и Михаила Анатольевича. микрофон включите. Да, да, да. Хочу поблагодарить Михаила Юрьевича, Дмитрия Анатольевича и Института экономики за предоставленную возможности. Я уже второй раз здесь участвую. Сегодня уже не в статусе докладчика, а в статусе дискуссанта. Это не в статусе докладчика, поэтому у меня сегодня презентация не будет. Но я, если позволите, разделю свое выступление на две примерно равные по времени и части. Ну, во-первых, я, конечно, хотел бы по мотивам доклада Дмитрия Анатольевича высказать тоже несколько тезисов по своему видению ситуации с токенизацией как глобальным процессом токенизации, относящейся практически ко всем видам активов материального мира и токенизации частных денег как частным и довольно-таки показательным случаем этого общего процесса. Ну, и вторая часть. У меня, собственно, тоже, как и у коллег, которые задавали только что вопросы, накопилось достаточно много вопросов, мне Дмитрий Анатольевич любезно пару дней дал сам текст доклада, соответственно, у меня вопросов побольше, наверное, будет около двух десятков, я думаю, мы так вот решили кучно объединить, или вопрос-ответ, но Дмитрий Анатольевич взаимодействует также на понимание тех же позиций из его доклада. Итак, во-первых, должен сказать, что с большой личной симпатией отношусь к Дмитрию Анатольевичу, примерно ровесники, мы с интервалом в один год за четыре докторские диссертации в 2006-2007 годах соответственно с Питером и Москвой, у нас очень похожие области научных интересов, и я сегодня тоже оцениваю четкий логичный стиль изложения и системный подход, объективный анализ и самое главное отсутствие у Дмитрия Анатольевича влюбленности, в кавычках, вредной влюбленности в объекты следований, то есть он объективен. Нету тем, на самом деле, ситуация в экономической науке относительно этого самого предмета не совсем такова, не совсем объективна. То есть деньги, первый тезис, деньги очевидно имеют социальные измерения, то есть они являются публичным благом, многие из нас читали книгу «Вианны и Лизеи» за социальное значение денег, которое буквально провозгласило и защитило этот тезис, и в развитии денежной системы, независимо от исторической эпохи, от того, какой век на дворе, немаловажную роль играет восприятие денег общества. И, с другой стороны, в обществе, в социуме есть мода на технологии. И, вот, опять же, как знают коллеги, я не писал с интервалом пять лет две книги о технологии блокчейн, и вот как с блокчейном, так и с технизацией существует тот же самый риск, что технология будет воспринята как общество, как универсальная панацея, и тем более, что будет разочарование от излучших и излучших ожиданий. И эта технология, опять же, как и блокчейн, это очередная правильная технология, которая пробует на прочность концепцию технологической нейтральности, которая говорит о том, что мы, собственно, режим регулирования, режим отношений государства, режим защиты прав потребителей и так далее, и должны не зависеть от, так сказать, форм-фактора, от того, какая технология лежит в основе бизнес-моделя, в основе процесса. Итак, уже не впервые возникает дискуссия о том, что этот, кавычки, дивный новый мир, который мы обретем с внедрением той или иной технологической инновации, он может оказаться и абсолютно не райом, а атом. То есть, какой претерий здесь может быть оценка. Мы уже сегодня Дмитрий Анатольевич в том числе тоже упоминал положение доклада Центробанка прошлогоднего на тему технизированных безналичных денег банков. Но там, собственно, я искал, какой критерий наш регулятор озвучивает, и, в общем-то, я согласен с тем, что там декларируется. С одной стороны, пишет ЦБ, желательно не допустить неконтролируемую использованию технологии, которая может провоцировать чрезмерные виски для общественных интересов, а другой максимально реализовать весь созидательный потенциал эмоциональных решений. Ну и еще чуть дальше, с точки зрения соблюдения баланса выгод и сдержив возможности и рисков для финансовых организаций потребителей и общества целых. Я готов с такими притериями согласиться, то есть цель в проектировании инноваций нами, профессиональным, специальным сообществам обсуждения инноваций это не допустить перекоса в сторону интересов, избыточного перекоса в сторону интересов одной из групп спектрологов. Интересно следующий тезис, что общество в своем восприятии приоритизирует со знаком плюс некоторые особенности процесса токенизации активов. Я посмотрел достаточно разнородных экспертов русских, англоязычных, то есть я попытался предоставить собственно до что предлагают в общем купить идею токенизации. То есть мы же будем испытывать бескомфорт, если завтра мы придем в наш традиционный Сбер или какой-то банк у нас счет, а нам там скажут, что все депозиты мизируют. Мы должны быть к этому морально готовы и каким-то образом воспринимать, что для нас это благо, если тогда не случится. Желательно, чтобы мы участвовали как сейчас в процессе обсуждения в этих переменах. Характерно, что те общественные плюсы, которые продает идея токенизации общества, они не относятся практически к ситуации с токенизацией в мире. То есть первый, который я вижу во множественных источниках, это что это аргумент в пользу DeFi против Tractfine, то есть цинкредитов производных финансов против традиционных финансов в том, что происходит безинформилияция. То есть сокращаются или полностью исключаются посреднические системы. Я нашел такую формулировку, если интернет создал лучший стандарт для обмена текстами, фотографиями, аудио и видео, то DeFi создаст лучший стандарт для обмена активами. И соответственно концепция, по которой все активы реального мира, то есть RBA, существующие вне сети, с коком токенизируется, переносится в сеть для использования в рамках DeFi, это опять же не совсем применимо к мнению. То есть отметьте себе, что первый позитивный аргумент в пользу токенизации, он хорош, наверное, для активов с оговорками, для материальных активов, и совсем не про токенизацию денег. Ну и второй, тоже капитальнейший аргумент за токенизацию, это токенизация продается как перспективное решение проблемы нарастания экономического неравенства. Как простой технологически реалистичный способ облегчения финансовой доступности цен инвестиционных бактерий. То есть доказано, что в странах с низким уровнем дохода, с ростом финансовой доступности неравенство доходов сначала возрастало, а потом уменьшало. Ну и опуская детали, это достигается чинительно за счет постепенного снижения транзакционных издержек для все большей группы экономических агентов. То есть им начинает дешевле обходиться кредит, у них начинают снижаться поселенные затраты, ну то есть после того, как группа тех, кто называют early adopters, пытаются снять снижки с технологии, все-таки технология выпускается массовое применение и этими преимуществами может воспользоваться широкий тур экономических агентов. То есть опять же этот аргумент очень хорошо действует для экономизации активов, допустим, так называемой шахтой, тогда вы не можете купить условно говоря картину монолиза, да и никто не только сидящий в этом замене, никто из сотен толстасумок по всему миру не может ее купить, тем не менее какую-то долевую собственность на кусочек представляющих собой арминно и органную часть стоимости производного токенизированного актива, созданного каким-то образом на базе архиологии картины монолиза, наверное, это уже доступно массовому инвестору. Соответственно, это некое выравнение правил для инвестирования в широкий спектр активов. Опять же, токенизация подвелики уравнитель это не совсем пробег. Или нам нужно просто додумать эту ситуацию, потому что пока мы можем столкнуться ситуация, когда то, что мы обсуждаем, не найдет понимания массового потребителя, массового частного инвестора, массового частного вкладыша. Опять же, отмечу это вспомнив, я не пытаюсь сделать какой-то вывод, но внутри общего процесса токенизации всего и вся, токенизация денег, токенизация денег, что следствие судьба. Интересный вопрос, что понимать под токенизацией денег, уже собственных денег. Если мы будем читать доклад ЦБ, который отравляет позицию официального регулятора на территории Российской Федерации, то вот вам цитата. В рамках этого доклада под токенизацией безналичных средств не предполагается висия коммерческими банками, собственных частных платежных единиц или инструментов, среди полков, пипонов, баллов, или индика активов при разных национальной валюте или имеющих качество обеспечения или обладающих собственной изменяющейся стоимостью. При этом они делают договор, что в отдельных источниках как раз рассматривается случай выпуска обращения в систему банков специфических токенов, подражающих требования средств на счетах национальной или иностранной валюте, что по содержанию близко к понятию столь блоков, падение источников, но не урегуляторов. Я полный свое разочарование при вот чтении этой страницы, то есть о чем же тогда пойдет речь. Мне кажется, это наиболее очевидный, жизнеспособный и перспективный частный случай использования данного инструирования. Но оказывается, трактовка регулятора ТВДВ это всего лишь разговор про новую технологическую основу учета всех нам знакомых традиционных пьяных безналичных денег. Но это мое восприятие альтернативное восприятие я встретил одной из статей этого доклада, о том, что речь в докладе идет о программировании или о коммунизации условий платежей, а они непосредственно в день двух единиц. Ну, то есть, опять же, некий редуцирующий подход. Кстати, я допускаю, что у нас будет достаточно много научных работ и много энтузиазма по поводу исследования именно этой ипостаси пакетизированных денег. То, что относится к программам оболманий, к программированным деньгам. Он был вчера на Дне Российского Рубля на Большой Конференции доклад Виктора Доскова о том, он исследовал возможность использования текенизированных денег для привязки условий платежа, его версия доходит к фазам лунгизма. Это некое просто наличие преувеличение такое, безусловно, программированность денег это важное качество, текенизированных денег это важное качество, но, опять же, кажется, что этого недостаточно. Объектом текенизации на сегодня действительно может быть что угодно. Появилась концепция ненативных и нативных токенов, то есть нигде нативный токен созданный обращается исключительно в цепочке того или иного блокчейна, а ненативный токен представляет собой цифрового двойника реального актива. Ну, и опять же, откуда из литературы цитата токенизировано почти абсолютно все, даже спортивная команда скаковой лошади произведения искусства и даже доля карьере знаменитости. Но, на самом деле, на самом деле, мне близка из различных источников таксономии швейцарских ученых из университета Сент-Галлина, которые выделяют некие архетипы токенизаций. То есть, там есть умные банковские активы, там есть доступность неликвидных активов, но то, что в моей книжке называлось «Уникальные церновения». То есть, вот там произведение искусства, автомобили, коллекционные и так далее. Токенизированный джоутбандель, который всем нам больше известен в форме ICO, это доступ к сервисам, управление платформой, цифровой сервизитет, токенизация, отслеживание, ну и швейцарцев представляет собой решение, связанное с токенизированной валютой, например, с лидоккоинами, с правовыми валютами Центрального банка и так далее. Соответственно, у ЦБ, вот при инвестиционном таком подходе законамеренно следующий был, тоже цитирует страниц 6 доклада, они пишут, «Поскольку ТБДБ являются лишь формой учета безналичных денег, определение правового режима ТБДБ не должно потребовать существенных изменений регулировать». Ну вот, я тут тоже не соглашусь, я на самом деле с регулятором спорю не идеологически, а именно по тактическим вопросам, но тем не менее здесь я сильно не согласен. это не ТБДБ являются лишь формой учета, это в своем анализе их пусть упростили, реализуцировав общий функционал до этого, но самого простого и понятного. То есть, полновесно ТБДБ еще как будут нуждаться в дополнительном специальном регулировании. Вот у Дмитрия, ну, как и него два слайда на эту тему, то есть, это не какой-то мелкий вопрос, который можно просто замести под поддаем. То есть, регулирование, они потребуют и переписывают целый ряд мотивных правовых фактов, как придется, что само по себе тоже долго задача, учитывая все виталии законодательного процесса, законодательного процесса, в том числе. Есть еще один момент, который у Дмитрия Анатольевича прозвучал, он также ссылается на ту токсономию, которую вел ЦБ, ну, ЦБ лаконично назвал моделью 1, 2 и 3, Дмитрий Анатольевич подробнее рассказал, что такое модель последних платформ, модель единой платформы, различные варианты, кто будет выступать организатором платформы, консорциум банков или регулятором. На этот счет у меня такое представление возникает. Я считаю, что модель 1, то есть одна платформа, одна кредитная организация, она в наших условиях наиболее реалистична. Это вот то самое снятие сливок банками-инноваторами, ну, банками или иными финансовыми организациями. Остальные поиски будут осваивать в лучшей практике, но эти самые банки-инноваторы, они будут ходить под риском санкций со стороны регулятора, поскольку в режим экспериментарем, в экспериментарем правовом режиме, в режиме какой-то регуляторной песочницы, ну, похоже, им долго придется стучаться, чтобы их именно в рамках этого режима рассматривать. То есть, скорее всего, будет инициатива, которая неожиданно дальше будет подключаться передовой опыт и перениматься в юных медицинских организациях. Модель единой платформы с организатором консорбциумом банков, вы знаете, опять же, по своему, может быть, не показательному иллюзскому опыту, вот книги 18-го года, написанные в 17-м, получается, уже 7-летней давности, я проявил очень много энтузиазма, когда и рынок его проявлял, относительно возникающих на каждом шагу блокчейн-консорбциум. То есть, куча, казалось бы, бывших соперников теновой рыночной конкуренции, куча тех компаний, куча тех компаний, которые собирались расшарить затрату по исследованию их дедрения новой, прорывной и все побеждающие, как оказалось, технологии, объединялись в консорбциуме. Мы что-то знаем об успехах одного из этих консорбциумов, хотя бы одного. Но мы знаем при этом от тех консорбциумов, которые добивались некого успеха, но они, скажем так, они олигополизировались или монополизировались одним-двумя участниками. Вот когда они добивались успеха? То есть давайте военном историю нашего консорбциума отечественного мастер-чейка. То есть тоже что-то слышно о его каких-то магистральных проблемах. Мне кажется, что пока на предыдущей прорывной технологии опыт, когда организатором платформы мог бы выступить в консорбциуме банков, он говорит о том, что, ну да, мог бы, но вряд ли это принесет какой-то прорыв во времени и выигрыш в действительности цели. Следующий момент важный, что говорит нам Центробанк. Потом у меня будет, кстати, вопрос и к Дмитрию Анатольевичу и на похожую тематику. Мне было интересно, как оценивают различные коллеги, в том числе и те, кто носит регуляторы, чем вызван спрос на те иные типы новых денег. Вот спрос на ТБДБ, по мнению Центробанка, в той или иной юрисдикции, зависит от степени покрытия потребностей клиентов к текущим уровням развития безналичных платежей, перспективами использования ЦВЦБ, а также возможности обращения к криптовалюты стейбл-коин. Я вижу огромный плюс в этом небольшом постулате. Я вижу огромный плюс только в одном. Признается, что это фактор объективный. Я очень боюсь, когда профессионал пытается, вот как говорили когда-то кто-то из большевиков, сто лет назад, давайте железной рукой загоним человечество к счастью. Когда профессионал видит, что спрос реализован на основе объективных факторов, это дает большую надежду на то, что необходимость присоединения к технологическим инновациям тех же наших отечественных банков будет добровольным. Не будут загонять ни в консорцию, ни в какое-то обязательное завтрашнее дня присоединение к дорогостоящей технологической платформе. Потому что, конечно же, реализация КПД на практике, особенно если будут модели 2 и 3, то есть внутри банковская модель А, межбанковская, многобанковская или единая платформа ЦБ, то есть все это потребует дополнительных затрат в частности документа и отдельно потребует серьезных усилий по обеспечению конкуренции по незаключению усиления олигополизации, монополизации. Что касается преимуществ и рисков токенизации, отчасти Дмитрий Анатольевич это уже в докладе было, тем более, что в данном случае как раз токенизация денег не имеет такой-то особенности спецификой, отмечающей от других токенизаций и медопактивов. Но прежде всего для меня это, здесь вот, кстати, очень хорошее исследование было от Вен Аймелана в поздрошлом году, для чего преимущество это возможность использовать принцип конструктора и создавать нестандартные продукты для инвентинга, ну а также это доступность и демократизация и доступ и публичному рынку для инвесторов. Ну и, естественно, все, что касается ускорения расчетов по транзакциям, естественно, все, что касается снижения транзакционных инвентингов и экономические гибкие и эффективные инфраструктуры, ну и программированность условий сделок расчетов за счет применения смарт-контракта. Я отдельно описал бы, говоря о правовых и регуляторных рисках, что, наверное, для отрасли будет предпочтительно, здесь я с регулятором соглашусь, построение общей для всех банков системы хотя бы на основе действия каких-то стандартов, реализуемых возможных не через регулятора, а через несколько сырого участника финансового рынка или хотя бы введение интероперабельности отдельно банковской системы. То есть, некое взаимное признание легалий, взаимное признание технологических платформ, но и, опять же, наверное, стандартизация этого процесса. Что касается общего моего восприятия, опять же, оно не пессимистично, оно, как у Дмитрия Анатольевича, думаю, просто пытающийся быть реветим. Токенизация частных денег пока не мейнстридист в реальном мире. Возможно, мы обсуждаем то, что произойдет и начнет происходить уже завтра, когда мы видим из этих стен, но это еще не то, что уже произошло вчера, и мы обсуждаем это когда-нибудь. Доклад Ассоциации Финтек, по данным на 1 января этого года, среди наиболее востребованных активов числит корпоративные гособлигации, зеленые ИЛЖ облигации, договоры, репорт. Только в 10% стран мира, по данному Ассоциации Финтек, была осуществлена на начало того года токенизация хоть таких-либо финансовых частных денег, это еще, наверное, 10% от этих 10%. Однако же, возможно, токенизация это фактор выживания очень большого доля участников индустрии, или это спасительный мостик, который позволит не удовольствовать тем участникам рынка, которые решатся к нему пройти. Данные Bank of America на 2023 год ожидается, что 99% существующих селоганов на хаотичном рынке токенов исчезнут в течение следующих 10 лет. Вместе с тем токенизированные активы получат широкое распространение на традиционном финансовом рынке, так что портфель токенов станет просто инвестиционным портфелем. Это совпадает с моим прогнозом 2017 года. Я, коллеги, прогнозировал в своей книге, что будущее рынка в том, что он станет одной из секций на фондовом бирже. То есть это будет одним из видов отъеков. И если мы сейчас зайдем на меркой для любителей статистики это рынок coinmarketcap.com Думаю, что я его не рекламирую, потому что это всеми используем инструменты, то мы увидим там, наверное, я думаю, 6-7 тысяч сегодня крипто токенов, из которых, на мой вкус, собственно, криптовалютами или валютными, а не security инструментами является, но дай бог, если 15% соглашения. Все остальное, на мой взгляд, закономерно должно или умереть, или перейти в раздел криптоотдел фонда в Убл. Ну, кстати, статистика по стейблкоинам, я тоже на сегодня посмотрел, она согласуется с тем, что сказал Дмитрий Анатольевич. Всего квартализация криптоизма сейчас 250 триллиона долларов в юалете, стейблкоины всего это 163 миллиарда, ну, насколько я понимаю, 70 с чем-то процентов, ближе к Ваське, 163, из которых долларов 161. То есть, все остальное, на евро приходится около 260 миллионов, но все остальное, возможно, международная валюта, типа верхамов, реалов и чего-то еще. Токенизированное золото почему-то по ценам этого сайта рассчитывается отдельно и занимает несколько большую, чем евро, в долю рынка порядка одного миллиарда. Но, опять же, сравните один со 161, и вы поймете, что пока преобладающим инструментом на рынке с этой блокой отмегается долларов и с этой долларой. Если позволите, на этом моя полуманологическая часть закончится, даже если она показалась очень короткой, поверьте, по количеству вопросов мы наверстали. Дмитрий Анатольевич, я сразу сделаю оговорку, я знаю, что у меня предпоследняя версия доклада вопросов, то есть, потом внесли некий практик, поэтому, если вдруг у вас будет ощущение, что поехал номер страницы, я буду надеяться, что не разделить его на страницу. Значит, первый вопрос по докладу, по тексту. Вы пишете, это скорее на понимание, здесь я, мне неизвестен правильный ответ, как думаю, вам и кому-либо в этом помещении. Вы пишете, токенизированные частные деньги, как обязательства и комитет, в скобках КБ, ну, то есть, коммерческий банк и финансовая организация. Частная корпорация не может быть имитентом, тем более, что на странице 7 эмиссия стрельболконов и финансовая организация напрямую допускается. Вопрос, может быть, не так наивен. Понятно, что частная корпорация, она может выпустить некие инструменты. То есть, вы их признаете, можете ли признать частными гендарами или тут какая-то терминологическая возможность есть. Давайте такой блиц, учитывая, что вопросов много. Нет, безусловно, что, конечно, частная корпорация тоже при определенном уровне регуляторики в данной юрисдикции может выступать эмитентом стейблкоинов. Поэтому понятие частных денег более широкое. Ее нельзя сводить только к тем эмитентам, которые сегодня выпускают. Вчера на конференции один из выступающих под дню российского рубля очень экспрессивно предложил вообще в качестве одной из первоочередных мер разрешить всем крупным частным корпорациям выпускать собственные частные деньги и заставить их ими расплачиваться. Я хотел добавить что-то остальных чтобы их заставлять. А засилие суррагантов. А когда это все по закону грешма придет к тому что чем их заставят расплачиваться будут приниматься за полноминальной цены для начала. Потом за 30% потом и вообще как у Салтыкова еще дрена. Ну как бы да это в качестве такого эксцесса то есть заведение мысли до крайней степени до абсурда. Хорошо. Второй вопрос более ядовитый честно говоря. Но у вас уже в эту сторону у вас уже пытали. Вы справились. Токенизированные депозиты. Вы пишите что это обращение не предусмотрено. А кстати почему нет спрашиваю я. Это был бы следующий шаг обусловленный облегченный но токенизированной формой требования сделать его торговым. То есть не больше аналогичным отношением факторингов традиционных финансов. То есть я понимаю что тогда может быть токенизированный депозит станет аналогичным долговым ценным бумагам типа там переводного векса. Почему нет? Это не нужно прежде всего самим банком потому что это делает такой депозит уязвимый и создает новые риски. Это прежде всего для коммерческих банков просто не интересно. это интересно для новых частных компаний которые готовы брать на себя риски. Но для традиционных институтов нет. Они готовы скорее работать с новыми инструментариями пусть даже цифровыми но не рисковать то есть не увеличивать риски потому что это накладывает они слишком большие критические проблемы они слишком зарегулированы. То есть я бы сказал так что движение только в одну сторону оно не в другую то есть движение так от частного то есть от нерегулированного к регулируемому а наоборот то есть наоборот не идет движение. Смотрите я бы с вами согласился если бы речь шла ну скажем так о событии находящихся в зоне безусловно контроля самих частных банков то есть им невыгодно ну и они эти условия не включают в пакет услуг предлагаемые клиентам по этому типу депозитов но последнее время ну скажем так я не понимаю вот как ретроград не знаю как кто да как противник прогресса я не понимаю одной новой тенденции случившейся на рынке уже случившейся когда ликвидирована как бы зависимость клиентов от своего банка и когда по законодательству по европейскому насколько я понимаю уже клиент может сегодня решить и перевести все следствия в другой банк продолжив с ним отношения то есть это относится может быть не ко всем типам счетов но это уже есть если по токенизированным депозитам ведут обязательно резервирование ведут аналогичный обычным депозитом режим что скорее всего получится уже не коммерческий банк будет не пускать клиента а просто регулятор ему скажет да ты волен вообще сменить банк сегодня ты еще тот а завтра может быть где хочешь но я согласен с тем что это общий тренд они очевидны особенно в Европе но дело в том что если мы предполагаем что депозиты начинают как вы говорите обращаться но депозиты не могут по своей природе обращаться потому что для того чтобы они обращались они должны выйти на новый сегмент то есть на рынок это уже другая ситуация то есть коммерческие банки они как бы перестанут тогда быть поставщиками денег а уйдут тогда в сферу как бы работы с финансовыми активами я думаю им достаточно работать с традиционными финансовыми активами в том числе например с ЦФА зачем он еще это нарушит целостность денег то есть регуляторы не разрешают это в принципе сделать это регуляторы как раз заинтересованы в централизации а это путь наоборот это путь к децентрализации этот документ меня скорее убеждает да ты согласишься хорошо идем дальше у вас написано одна вот большая таблица на седьмой странице первая большая таблица там написано стейблкоины могут являться счетной единицей в случае официального признания в качестве денежной формы я полагаю что в большинстве юрисдикций мира то есть пока такое признание не избыточное но тем не менее это никак не мешает например номинировать контракты уже сегодня внешнеторговые тех или иных стейблкоины правильно вы можете как-то прокомментировать ну то есть стейблкоины да я думаю что даже Сальвадор признают кто им признался стейблкоины вообще если Сальвадор не признают то и кто не признает каждая юрисдикция признает тот инструментарий который в интересах этой юрисдикции Сальвадор признал криптовалюты потому что для жителей Сальвадора как они считают регуляторы я имею в виду Сальвадорские они решают те проблемы которые само правительство решить не может потому что тот же самый биткоин он как бы выполняет лучшие функции денег чем их национальные ну как бы я не знаю там есть вообще национальные сейчас единицы у них доллары по-моему уже последние годы в качестве там как бы национальных денег поступал но в других юрисдикциях вот я недаром обращала внимание на то что в развитых странах регулируется именно оборот стейблкоинов это говорит лишь только о том что там совершенно другие приоритеты то есть там главный приоритет это поддерживать конкуренцию потому что как бы регулируя как бы обращение стейблкоинов вы создаете условия для того чтобы многие компании не обязательно банки а частные выходили на этот рынок я как бы вот вижу в этом плюсы да поэтому здесь может быть что в юрисдикциях в которых как бы это позволяет то есть есть инструментарий позволяющий сократить негативные последствия такого обращения при большом количестве положительных моментов этот вопрос будет решаться если нет то нет в нашей стране вот я обращаю внимание Центробанк принял другую позицию потому что для него риски перевешивают вот это я говорю только лишь означает о том что он не может купировать эти риски хорошо еще один для меня важный вопрос то есть вот ну в основном так вы декларируете что существует возможность обмена стейблконов на другие поменения там или по фиксированному или по рыночному курсу что скажете про случай когда их довели уже такие прецеденты были с крупными эмитентами довели или атаки регулятора или атаки какеров здесь неважно до обвала курса ну то есть в 19 веке помните было обязательство эмитент частных денег по обмену один в один на национальную валюту и постепенно там и в Европе и в Штатах их сводили к нулю доводя требования там дезервирования там с 30 и с 50% на 100% а тут у стейблкоина уже такого нету что произойдет если когда рыночный курс вот я недавно писал как эксперт так сказать обзыв на валюту в ее капитализация оказалась 17 долларов вся после обвала где-то я немного упустил мысль то есть в чем смысл вопрос то есть получается у стейблкоинов возможность обмена по рыночному курсу столь же эфемерно в случае наступления этих событий да поэтому регуляторы во многих юрисдикциях где регулируется стейблкоин обязывают эмитентов вне зависимости от рыночного курса выкупать их по номиналу это нормативное требование да кстати интересно я вот вспомнил что какое-то время назад по-моему сейчас в Японии разрешили запрещали стейблкоина торговать на японских криптобиржах именно по этой причине для того чтобы с одной стороны гарантировать обмен и не позволять использовать этот инструментарий в качестве актива торгуемого и вот не создавать вот этот риск отклонения курса но по-моему потом решили все-таки это уникальный случай потому что по-моему вот насколько я знаю в виде разных стран это только в Японии было два вопроса пропущу уже вопрос такой вы описывали два типовых кейса отвечая на вопрос инвесторов из каких стран охотно покупают стейблкоины я увидел страны гиперинфляции типа пункции страны под санкциями это понятно с вашей точки зрения вот из двух других категорий то есть стейблкоины больше покупают страны где развитый искушенный массовый криктоинвестор или инвестор традиционный финансовый продукт то есть больше ревиз это очень сложно сказать здесь нужно как бы наверное более такой детальный опрос проводить исследование этой темы мне кажется что вот эта статистика она конечно не отражает тренды разные в развитых странах один там больше покупателей потому что это регулируемая сфера они создают рисков прежде для держателей таких стейблкоинов в развивающихся странах несмотря на отсутствие регулирования их приобретают для того чтобы минимизировать риски в том числе обеспечения национальной валюты то есть решают другие проблемы поэтому в целом статистика выглядит так как будто они руководствуются схожими какими-то мотивами но мотивы они разные вопрос такой второй сценарий развития стейблкоинов пишет это крупными широко известными лимитентами с высокоразвитой инфраструктурой пользы возьмем здесь прогнозировать как могут сложиться взаимоотношения с лимитентом базового эффектного актива и не привнесут ли они эффект некой интернационализации экстремпториализации для базового актива то есть условно немножко сильно огрубляю телеграмм не станет и в этом сценарии не может ли стать агентом влияния или агентом распространителя доллара США условно телеграмма условно если такой стейблкоин будет привязан или условно говоря обеспечить или агентом попытаться его поскорее убить наоборот если да то тогда в таком случае государство может сознательно этот процесс поддерживать для того чтобы на каких-то рынках условно говоря свою валюту продвинуть для других странах все-таки мы сейчас говорим и как я в своем докладе говорил для трансграничных платежей когда мы говорим прежде всего о глобальных или значимых стейблкоинов там вряд ли будет идти речь о ламинации или привязке к одной из валют там старее все-таки будет идти речь о какой-то корзинной привязке или выборе более нейтрального актива хотя и не обязательно ну то есть все-таки здесь нужно понимать что проектирование так называемое то что называют сейчас условия выпуска стейблкоина оранжмент да вот то что это как бы механизм другого можно понимать механизм он включает в эти в том числе соглашения и правила поиспользованию этого стейблкоина вот там должно быть описано модель для чего этот стейблкоин нужен и как он будет соответственно ну там права гарантировать недаром сегодня вспоминал вот эти вот высокого уровня требования вот они должны как бы удовлетворяться и это как бы должно быть прописано здесь может быть разные варианты хорошо я уже соответственно превышающей стадии вопроса но просто не имею информации может у вас она есть вы о разных проектах говорили в проекте Эмбридж вы знаете ли не возникает ли токенизированная депозита в проекте в проекте Эмбридж я честно признаться не акцентировал на это внимание при изучении этого проекта но вообще сегодня многие проекты реализуемые при поддержке банка международных расчетов то есть так называемый да БИСХАП там это как в тестовом режиме не обязательно это может быть реализовано в рамках проекта Эмбридж других проектов там огромное количество сейчас проектов реализуется в частности мы сегодня просто не делали на это акцент а про расчеты про окончательные расчеты с помощью цифровых валют центральных банков по операции с токенизированными активами недележными там много проектов реализуют я просто потому что похоже через него на свет появляются токенизированные юанис причем интернациональные я подумал что если депозиты будут юаневыми и экстерриториальными то есть как там как евродоллары условно может быть там отсыграть хорошо вопрос ну более обывательский наверное стейблкоин плюс экосистема то есть не ждать ли ближайшей перспективе успеха именно таких проектов ну я по-моему на этом акцентировал внимание что как раз такие глобальные стейблкоины это широко известная метенция инфраструктуры это да с инфраструктурой то же самое можно говорить и вот о транснациональных банках коммерческих в которых тоже есть инфраструктура международная они тоже могут вот за счет этой инфраструктуры быстро токенизированные депозиты привязать клиентов к токенизированному депозиту понятно если у вас прогноз токенизированные депозиты будут praktековать все банки без исключения или все универсальные банки или найдутся какие-то игроки которые решат специализироваться на данном я думаю что если токенизированные депозиты начнут развиваться на платформе на основе особенно если этот платформер на основу будет развиваться регулятором то это будет массовое. Если же это будет, вот как мы кейсы рассматривали, возможно, какие-то отдельные банки, то это будет очень ограниченное и, возможно, что лимитированное в плане универсальности использования кейса. Но я думаю, это возможно наиболее просто реализовать вот на сегодняшний момент, но все перспективы технизации, если они открываются, очевидные, они могут быть только реализованы из этой связки. Она дает это. Без этой связки эффекта мы не получим. У меня тут чуть другой паренос. Мне кажется, что как раз играть в этот продукт будут те 25, максимум 30 банков, может быть, 20-25 банков, которые играют во все, что связано с родинцем. То есть у них бренд, клиент к ним уже пришел, им не нужно его дотаскивать. Но это, опять же, дело вкуса, на самом деле. Я, кстати, здесь обращу внимание, пока мы от этого вопроса не ушли, что идея технизировать безналичные деньги в нашей стране предложил Сбербанк первоначально. И он как альтернативу предложил выпуска цифрового рубля, если мы обратимся к истокам этой идеи в нашей стране. И речь шла о том, зачем нам цифровую валюту центральных банков, давайте мы технизируем безналичные деньги, и все, и будет нам прекрасная жизнь. Это к вопросу о том, что до сих пор мы во всем этом видим конкуренцию денег между государственными и частными деньгами. Частные деньги, эмитенты частных денег, говорят, мы создаем основные деньги в экономике, потому что мы, условно говоря, их мультиплицируем, основные мультипликаторы денег за счет кредитных, и коммерческих банков. А регулятор говорит, нет, наша роль, естественно, основная в такой системе, современной, фиатной, мы производим исходные деньги в экономике, и писать мы должны от наших денег. Поэтому, на мой взгляд, и те, и другие будут сосуществовать, и государство, на мой взгляд, будет заинтересовано вот в какой модели токенизации депозитов для того, чтобы усмирить амбиции коммерческих банков. Вот их очень устроит эта модель, которая впишет эти токенизированные депозиты в их централизованную модель на их общей платформе. Это намного предпочтительнее для них, нежели какие-то обращаемые инструментарии, даже регулируемые, в лице намного менее подконтрольных частных эмитентов, в лице, не знаю, транснациональных корпораций, там, не знаю, финтехкомпаний, там, все. Предпоследний вопрос. Вкратце, Дмитрий Анатольевич, какой у вас подход к налогообложению с тейблкоином или операцией с ними? И, в частности, является ли вы сторонником идеи введения эмиссионного или операционного, а-ля налога с оборотом, да, на операцию с ними? Пока об этом говорить рано, потому что оборот настолько незначительный по тейблкоинам, а эти налоги, они должны быть пропорциональны в степени развития, иначе они не стимулируют развитие. Сейчас большинство стран мира придерживаются политики. Мы будем стимулировать развитие инноваций, в ущерб, возможно, вот, особенно развитые страны, так подходит, в ущерб, возможно, минимизации, как бы, сливок, которые мы от этого получим. То есть это не развитые страны могут руководствоваться таким подходом, когда они, условно говоря, заинтересованы в максимизации налоговых поступлений, а здесь, скорее, налоговое вот это регулирование используется как инструментарий поощрения инноваций. Вот это очень важный посыл, потому что вот в Сингапуре, да, там, Гонконге используются именно такие подходы. То есть тех странах, которые мы можем, условно, отнести к хабам технологическим сегодня. Позвольте последний тогда вопрос. Вы тоже про стейбл-коинги. Вы говорите о возможном начале практики начисления на них процентов. Ну, понятно, что это по воле соответствующего коммерческого учреждения, которое решить этот продукт, предложить. И все своеобразные, там, аналог стейкинга, но уже не со стороны рынка, а со стороны финансового сектора, более-менее проекционного. Видите ли вы тут риски для обеих сторон этого процесса? Ну, риски, конечно, существуют. То есть вот любой вопрос, который Артем мне сегодня задает, это ответ на него можно статью отдельно написать. Потому что это действительно интересный и такие достаточно содержательные вопросы, на них очень трудно кратко ответить. Действительно, да, если мы говорим вот об этой проблематике начисления процентных доходов, то концепция начисления, она не новая, и на правой валюты центральных банков предлагалось начисление доходов. Но пока общая тенденция такова, что отказались от этой идеи, потому что она становится слишком сложно прогнозировать эффект от этой модели. Мне кажется, что на данном этапе внедрения – это лишнее. А вот дальше, после того, как этот инструментарий получит широкое распространение, к нему вернутся. И, безусловно, что уже будут купированы те риски, которые сегодня даже трудно оценить, то есть они будут купированы посредством постепенного внедрения. И уже потом можно будет говорить о том, чтобы путем регулирования, регулирования, может быть, установления потолка вот этих вот начислений, да, регулировать процесс создания сделок и сделать его более, ну, как бы, регуляторика, более разветвленным с точки зрения центральных банков. Согласен, но, в принципе, в свое время он не навредил, по крайней мере, такими инновационными продукциями. Спасибо, у меня кончились вопросы. Единственное, я хотел еще последнее поздравить. Коллег, мне очень было интересно, я залез в телефон, извиняюсь, Дмитрий Анатольевич поглядел, мне было интересно, когда у нас в стране отменили обозначение УГЭ, то есть когда были введены санкции, встреча в 2016 году. Я вот увидел сообщение, что во втором чтении этот закон принят в 2005-м, и, наверное, в 2006-м он кончил. Так что мы уже с вами живем без вот этого псевдостой балкона в 2018-м. Спасибо, спасибо. Можно короткий комментарий? Да, как раз у нас дискуссия, да. Открываем с этим вопросом. Я что-то не понял, как-то, что мы говорим о том, что проценты фигуфкоина и стабильные реальности действующих процентов фигуфкоина изучают DeFi, они крайне нестабильны, они крайне логатильны, разгруз большой, не зафиксированных процентов в DeFi. Но вместе с тем этот рынок существует и капитализация в левых тетях в этой сфере, поэтому проценты по стабильной коинам это объем. Об этом у меня был слайд, где мы видели направление использования стабильной коином. Там было, что на депозит можно получать проценты. Если вы внимательно смотрели презентацию. Но я понял, Артема, вопрос, как глобальное такое массовое явление, когда стабильной коины выпускается не на рынке DeFi, там же роль... Я сказал аналог стабильной, на самом деле я имею в виду альтернативные. Традиционной экономики. То есть если использовать стабильной коины в глобальном масштабах, но не только как средство платежа, но еще и привлекать за счет... То есть отвлекать на самом деле из депозитов деньги, а привлекать стабильной коины выпускаемые не депозитными учреждениями. Вот к вопросу о том, что роль... Либо условно получившими такую лицензию на данную деятельность, но основная деятельность которых не является... Не связанная с кредитованием. То есть это не банки. То есть не хочется громких слов, но это был вопрос скорее о том, а можно ли ввести стейкинг в некое правовое поле. Потому что действительно процент махинации связанных с киберпреступниками, скамом и так далее в инструментах, связанных с составом TNG-Define, пока он зашкаливает. Вот то, что вы сказали, нестабилен и доход, и, в общем-то, и возвратность. Коллеги, кто-то еще высказаться хотел бы? Так, ну, по-моему, сегодня у нас был яркий пример такой дискуссии двух наших выступающих, когда Артем Семенович задавал вопросы, Анатолий, что о них отвечал, и они между собой дискутировали. Ну, я думаю, мы тут с большим удовольствием могли за этим наблюдать. Но я тогда себе позволю несколько слов сказать, и уже для заключительного слова передам микрофон выступавшим. Ну, на мой взгляд, действительно очень интересная тема. Вот честно скажу, я как-то даже, как я и ожидал, собственно говоря, в большей степени для себя стал разбираться с тем, что такое токенизация после нашего сегодняшнего семинара. Хотя на самом деле для меня даже, наверное, опять же, если я правильно понял основной посыл Дмитрия Анатольевича, вопрос был несколько в другом. Он опять, собственно, касался эволюции, развития, денежных систем современных. Ну, когда, по сути, да, мы возвращаемся к вопросу конкуренции частных и государственных денег, причем в чистом виде-то такой классической современной денежной системе ее нет, потому что у нас единая валюта, которую имитируют и государство, и частные организации. Другое дело, что возникает серьезный вопрос, насколько государство может контролировать создание денег финансовыми организациями. Ну, и большая литература действительно на эту тему появилась, о том, насколько там работает или не работает денежный мультипликатор, о каких-то новых способах регулирования, там, скажем, через те же механизмы макропроденциального регулирования. Ну, вот как раз, как мне показалось, Дмитрий Анатольевич, он и постарался показать, вот в каком направлении, в перспективе вот эти, эта эмиссия в разных формах частных денег может происходить. И я не зря как бы уточнил в своем вопросе, потому что, когда мы говорим о стейблкоинах, это, по сути дела, все-таки создание некой новой валюты. Да, она может быть привязана к существующей фиатной валюте. Причем, если мы рассмотрим большинство стран, то это будет привязка не к их валюте, это будет привязка к одной из ведущих мировых валют. То есть это опять вернет нас в проблему конкуренции, которая у нас там, скажем, например, 80-е, 90-е годы прошлого века, вот не зря Артем Семенович про УЕ вспомнил, да, это возвращает нас вот к той конкуренции, которая, когда еще не появились вот эти в чистом виде частные валюты, новые, к имени криптовалюты, означало, по сути, конкуренцию государственных денег в форме долларизации, в некоторых регионах евроизации. Ну и, по сути дела, опять же, если мы возвращаем это все в некую форму токенизации, да, мы вроде бы опять же возвращаемся к той же идее функционирования с единой валютой, ну, просто вот такая у нас новая форма безналичных денег, которую, опять же, нужно как-то регулировать, потому что иначе опять вот это функционирование национальной денежной системы, оно каким-то образом там начинает выходить из подконтроля Центрального банка. Конечно, отдельная тема, и она вот сегодня неоднократно поднималась, это вопрос трансграничного использования всех вот этих вот инструментов. И здесь, конечно, вот эти дополнительные возможности, хотя они еще в полной мере не реализуются, о чем и Дмитрий Анатольевич говорил, но все-таки в перспективе вот они видятся как раз, что называется, хотел сказать, тартологии в перспективе видятся перспективными, но вот, скажем так, имеющими больше возможностей для применения. Ну, на мой взгляд, безусловно, очень интересный такой в содержательном плане выступление получилось, и дискуссии, и дальнейшее выступление Артема Семеновича, поэтому я надеюсь, что, в общем, все мы сегодня получили много новой ценной информации, и самое главное, пища для дальнейших размышлений на эту тему. Потому что, действительно, вот речь идет о таких достаточно важных и перспективных направлениях. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел бы сказать. Дмитрий Анатольевич, вам слово. Спасибо, Михаил Юрьевич. Мне кажется, что, конечно, мы можем сколько угодно обращаться еще к этой тематике. Она очень долгое время будет в углове угла, интересной, актуальной, важной. Токенизировать, действительно, можно разные типы активов, но я сосредоточил свое внимание сегодня специально на деньгах, потому что, на мой взгляд, это новый взгляд сегодня. Токенизация дает новый взгляд на денежную конкуренцию. То есть мы традиционно рассматриваем конкуренцию в разряде. Вот есть, как бы, официально признанные деньги и криптовалюты, да, как бы, ну, вот, условно говоря, квазь денежные инструменты. А я обращаю внимание, что есть еще и конкуренция в рамках традиционных денег. То есть в другом, как бы, условно говоря, сегменте, да, или вот в плане конкуренции даже в рамках существующей фиатной денежной системы, потому что новый инструментарий, он порождает и создает новые возможности, какие, например, были открыты со стороны финтеха, потому что стейплкоины появились благодаря, так же, как криптовалюты, инновациям финтеха. И вот насколько финтех оказывает современное влияние на традиционные банковские институты. Вот мне всегда важно подчеркнуть наличие этой глубокой взаимосвязи. Когда сегодня центральные банки позиционируют свои цифровые валюты как что-то новое, я всегда говорю, вы просто оцифровываете деньги. Новое это было, это криптовалюты, это были цифровые деньги. Стейплкоины, как производная на рынке DeFi, это тоже вызов своеобразный. Определенный мост, который бросается, наводится из сферы DeFi в сферу традиционных финансов. Готовы к этому встречному движению традиционные финансы? В некоторых юрисдикциях – да. В недостаточной степени на сегодняшний момент – да. Но это явная попытка создать именно форму денег, генерируемую финтехом изначально. А дальше уже стейплкоины там и банки пытаются выпускать. Но, правда, банки все-таки сегодня склоняются в большей степени к токенизации уже в своих активах дать депозитов традиционных. Но, тем не менее. И одновременно ответ со стороны традиционных финансов. И вот токенизированные депозиты – это традиционный ответ. Как цифровые валюты центральных банков были ответ на криптовалюты, так токенизированные депозиты – это своеобразный ответ на стейплкоины. Ну, а в принципе, как явление, да, и прежде всего на токенизированные фиатные, то есть стейплкоины, привязанные к фиатным валютам. Вот, поэтому, мне кажется, эта тема и никогда не будет исчерпана, по крайней мере, у нас всегда будет возможность к ней обращаться. Хотел поблагодарить Артема Семеновича за прекрасное выступление, и мне приятно было отвечать на вопрос. Спасибо большое. Спасибо, Артем Семенович. Я хотел сказать, что очень доволен сегодняшней атмосферой. мне было приятно и находиться здесь, и слушать очень взвешенный, подчеркнув очень объективный взгляд на события, которые в определенной степени мы здесь все находящиеся, участвуем в их конструировании. То есть, вот это некое социальное проектирование. То есть, в первую очередь, нельзя забывать о социальном значении денег. Я рад, что сегодня удалось эту тему тоже обсудить. То есть, мы действительно должны чувствовать часть ответственности как эксперты, как специалисты в этой области за то, чтобы эти нововведения, они способствовали уменьшению социального неравенства, уменьшению социальной напряженности, достижению макроэкономических целей, а не усугублению неравенства за счет того, что называется электронным разрывом. То есть, мы действительно сейчас имеем исторический шанс человечества, не побоюсь этого громкого слова, воспользоваться плодами этой технологии для улучшения качества жизни. Вот тогда действительно нужно очень серьезно обдумать и предложить лицам, принимающим структурам, принимающим решения наше видение, как это сделать максимально оптимально в случае социальных последствий технологического прогресса в шведе денежных средствах. Спасибо большое. Коллеги, еще раз хочу всех поблагодарить, всех, кто пришел, особенно, кто пришел очно, всех, кто к нам присоединился онлайн. Ну и мы уходим на такой небольшой летний перерыв. Ну и до новых встреч уже осенью. приглашаю всех на заседание нашего семинара. Мы обязательно будем размещать анонсы на нашем сайте, будем делать рассылку по электронной почте. Всем большое спасибо и хорошего отдыха всех. Спасибо всем, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok